Чё, со Свифтом общаемся, помнишь, андет такой был? Да, Свифт, да, помню. На вот с игре мы с ним ездили в Америку. Это уже на стрим, так что, ребята, знайте, хулиган у нас общается со Свифтом. Но вот насчёт Свифта я что могу сказать? Почему-то парню не повезло, он ничего не выигрывал. Так скажем, он играл достаточно неплохо, но почему-то, так скажем, не выигрывал каких-то кубков, турниров. Ну, главное свое достижение он сделал, съездил на ВЦГ. На ВЦГ, точно сразу. В Америку тем более, в Сиэтл мы тогда ездили. Титану визу не дали. Да, бывает такое. Было забавно, знаешь, из всей сборной не дали визу только ему. Титан не приглянулся там. Причём ещё ситуация такая была вообще там, что мне, по идее, не должны были дать. Я приехал туда, у меня паспорт просроченный был российский. Ну, на пару месяцев что-то. И меня в посольство не пускали. Охранники стоят, говорят, у тебя паспорт просроченный, мы тебя не пустим. Говорят, давай загранник. А загранник там уже в посольстве, ну, посла там не знаю кого. Его тоже никак не забрать. Я на улице стоял, там мороз, мёрз, короче. Стоял просто уже. От безнадёги ждал просто остальных, вот. И тут выходит тогда Костя. Так, заходи в игру. Эншн Каус, быстренько, быстренько. И да расскажешь. Чё ты? В игру заходи. Создали. В игру? У меня карты нет. Да-да-да-да. Груф тогда выходит, даёт мне этот паспорт. Я прибегаю, мне там говорят, почему вы опаздываете, вы последний. Там, типа, тут все уже давно там всё прошли, там, туда-сюда. Я думаю, ну, всё, сейчас ещё что-нибудь не дадут визу. То с паспортом, то опоздал. Вот. И в итоге мне дают, а Титан, который всё нормально, там у всей справки вроде принёс и всё сделал, ему не дали. Видимо, он... Что-то не понравилось. Видимо, он был похож на эмигрант. Понятненько. Так, сейчас, ребята, вот что у нас будет происходить. Значит, мы сейчас будем комментировать игру вместе с хулиганом. Ну, по крайней мере, я буду подшучивать, а хулиган будет комментировать. Так, игра будет проходить на карте Ancient Isles, будет играть у нас Сокер против Соника. Сейчас у нас экран на секундочку пропадёт, я экран налажу. Ну, а, слышите вы нас будете? Так вот, пропадёт. Сейчас я наложусь, ребят. Так. Ну что, болеть будем за Соника? Ну, конечно, конечно. Кстати, что можешь сказать насчёт него? Насчёт Соника? Ну, я его, кстати, не очень знаю. Не очень знаешь? Так мы с ним играли, там, ну, СГ. Да, ну, кусом гейма. А так, чтобы вживую, там, я с ним не общался, ничего. Ну, достаточно весёлый, кстати говоря, парень. Может быть, ты его стримил когда-то слышал? У меня чуть-чуть кикнули, по-моему. Кикнули, Вол. А. Вол. Сейчас. Донт. Кик. Хулиган. 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 Напиши только это, Хулиган ПС, а то там, как какие-то пыли. Ищет Рокс. Да. Да, блин, ну что за... Не стример, сори. Сейчас, 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 разберёмся. Если что, будем по Вахе смотреть. Ну да, еще по Вахе глянем. А ВЦГ в этом году где будут проходить? В ВЦГ? В смысле? Проходить? Ну, градусы на стране в какой-то... Ой, я, если честно, не знаю. Там последний был у нас в Америке, вроде, да? А вот этот где-то в азиатских странах. Ну, короче, всё понятно. Тут ребята стартанули и, видимо, без тебя. Короче, будем сейчас смотреть по Вахе. Потому что... Ну, хост, короче, бобр. Я понял. По-русски говоря. Сейчас, я выхожу. Пускай ребята сами разбираются. Так. Сейчас заблочим. Так. Там должна уже игра в Вахе появиться, в принципе. Да, да, появилась. Так, давай загружай пока, стопь на 12 часах по Варкрафтерскому времени. Чё? 12 часов Варкрафтерское время, знаешь же, сверху. На, чё-то у меня... Ну, ладно, вообще, отматывай, она же только началась. СП-4 ставь, да и всё. И, собственно, онлайн будем смотреть игру. Хорошо? Хорошо-то хорошо, но подожди, у меня что-то не запускается. Ладно, подожду пока-пока. Всё, ну, наложусь. Там Ваха никакая там обновлённая версия или чё-нибудь такое не уходила? Нет. Бля, ни в какую. Она одна как была, да, вот старая Ваха так и есть. Ну, старая Ваха. Старая Ваха. Вообще-то, вообще-то ничего. Скажу, что через неё, короче, не работает у меня. Версия... Попробую другую игру запустить. Может быть, это из-за карты, потому что карта у меня загружалась. Может быть. Потому что она где-нибудь не в той папке лежит. Версия 0.97. Нет, это что-то с Вахой. А где там версию посмотреть? About. About, да. У меня 0.95. Сейчас качаем. Да, тогда быстренько качай. И посмотрим. Так, а я пока спрошу у ребят вообще, какое ощущение у них от интервью, от встречи, собственно, с легендой Варкрафта, хулиганом. Думаю, им вообще всем приятно. Тут уже такие баллады про тебя сочиняли перед стримом. Что просто пипец. Так. Спасибо за ответы, хулиган. Удачи тебе в покере. Пишет лайк. Сыграй шоу матч. Пишет швет. Буквально. Все хотят, чтобы ты вернулся в Варкрафт. Ну, можешь рассказать то, что я тебе сказал. Да не, не надо, не надо, не надо обнадеживать. Не надо, не надо, ребята, накалывать. Если будет, то это будет сюрпризом. Это будет приятным сюрпризом. Кстати, вот пока скачиваются. Как ты относишься к группе Грот? Сейчас я ищу пока что еще. Что? А как ты относишься к группе Грот? Слушал? Не знаю, таких нет. Таких нет? Вот послушай. Я вот сам лично слушаю. Хороший рэп. Качественный. Так. Это рэп, да? Да, это рэп. Но там, так скажем, там направленность такая. Очень. Своеобразная. У этого рэпа. Так. Кстати говоря, тут еще интересно. Интересный вопрос. А что ты можешь сказать насчет кармы, армора, рейнджера, поинта, наконец? Вообще, как, что с ними? Может быть, как-то видел, слышал, что там? Знаешь? Нет. Ничего не знаю, короче. Сейчас я подожди. Ладно, хорошо. Почти. Так. С Караваджо только я. Да, он какой-то новый вахтюк. С Караваджо я виделся, когда я ВЦГ российское последнее выиграл. Мы тогда с Флэшем, с Караваджо, с Нейтроном, пошли вместе, встретились, поболтали. Так. А, кстати, вопрос твой насчет ВЦГ был. А в Корее будет? Что? В Корее будет ВЦГ. В Южной Корее. На родине. На родине, так сказать. Ну, почти на родине Варкрафта. Так. Ну, кстати, в Корее я только еще не был. Надо съездить туда, на ВЦГ. Ну, ты раскрылся. Не, ну, я просто съездил. Да, просто съездил. И просто зайти на Варкрафтерский турнир ВЦГ. Что там, как, где затормозить надо? Так, ты уже скачал, да? Хорошо. Значит, сверху у нас имеются часики. Ты, наверное, про эти часы знаешь. Это я знаю. 12 часов. СП, значит, слэш. СП, СП, пробел, ноль. Это остановка. В 12 часов, да? 11. В 12 часов мы будем начинать, собственно, комминтить. Так, ребята, это ZotaCup номер 182. С нами хулиган. И сейчас будем комминтить игру Сокера против нашего славянского брата Соника. Отпишите, пожалуйста, насчет качества стрима, насчет качества картинки, насчет качества звука. Мы наладимся, проверимся и, собственно, начнем, наконец. Это благодеяние. Кстати говоря, хулиган, значит, так же стартовать, только не СП 0, а СП 1, да. Так, сейчас. Сейчас почитаем. Почитаем, наконец. У нас уже куча народа смотрит. Почти 600 человек. Сегодня еще, правда, трансляции по Старкрафту, но это неинтересно. Я думаю, интереснее все-таки хулига-хулигана посмотреть, вернее, послушать, блин. Так давно ты, конечно, надолго пропал, и хотелось все-таки узнать, куда ты делся. Вот. Так. Тут вопросы все про центр спрашивают. Слушаешь ли ты эту группу? Ну, Гуфа ты точно слушаешь, как ты уже сказал. Ну да, даже ходил на концерты. Хулиган комментирует с неохотой, будто его заставляет. Че, че, с неохотой? Да. Да. Так, артефакты на стриме. Да, да, я хулиган, если честно, через 10 лиц, вернее, через 10 человек. Только написал ему там сообщение, нашел очень трудный, тебя точнее найти. Майкер не фан, да, имеет мой контакт. Да, 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 да. Так. Лишь тебе не стыдно учить хулигана часики. Он мне стыдно, что Кубаксу пришел переслать. Что, что, что? Я говорю, он мне стыдно, что Кубаксу пришел переслать за трансляцию. Кулл стори, бра. Шутка от хулигана. Так. Лишь тебе не стыдно учить хулиган игре. Часики сверху. Да, бывает, ребята. Проскативай. Кстати, не слыхал-то такого про Бедмана, когда он там заряжал за интервью, говорит, у него интервью хотят взять, он говорит, ну там 100 долларов платить мне. Да, слышал, слышал. То есть, до такого вот было. Так. Ну, короче, тут просто тебя вопросами заваливает. Ну, давай смотреть уже. Да, я тоже, я тоже думаю, пора смотреть. Насчет картинки никто ничего не говорит. Так, давай насчет три. Собственно, будем ант-паузить. Готов? Угу. Раз, два, три. Поехали. Итак, друзья, у нас Соник, он эльф. Играет против Сокера. Он тоже эльф. Итак, Михаил, что вы можете сказать? Все пока что так вот стандартно. Что? Да. Что вы можете сказать вообще о Мироре эльфов? Как хуман. О Мироре? Да. Ну, насколько я помню, это стандартная стратегия. Карту я эту, по-моему, тоже помню. Да, еще при мне на ней играли. Ну, наверное, будут мишки, да? Ну, я вот три года тебе скажу, не смотрел, но вот скажу, что будут мишки наверняка. Ну, вот Соник у нас привержен из, в принципе, стандартной стратегии. Он любит, да, играть через мишек. Хотя, сейчас новая мода, но не знаю, хотя-то эту моду ввел ход еще в году эдак махнатым. Играть через Талонов в Мироре эльфийском. Через Талонов в Мироре? Да. То есть против мишек. Да, вот такое вот тоже бывает. У нас проскативает. Ну, естественно, мы будем болеть. Нет, знаю. Под Масхантресами знаю. Вот это вот у них очень популярно было. И Авталонов, чтобы это... Что-то в новинку будет для меня, по крайней мере. Но, тем не менее. Что у нас? Сокер, кстати говоря, тоже старичок. Соник перчат, смотрю, выпили. Пока что неплохо. Да. Для Демонхантера это, в принципе, хорошо. Вот Сокер, он не совсем... Ну, в принципе, нормальный артефакт. Это кольцо плюс два. Пойдет для Демонхантера. Ну, основная задача сейчас, естественно, будут просто простые слюнявки между Демонхантерами. То есть пососать из друг друга маны и поотменять колодцы, строящийся. Собственно, наверное, и все пока на этой стадии игры. Самое интересное, наверное, будет происходить на Т2. Как ты думаешь, вот там, когда Наги появятся, какие-нибудь вторые герои? Ну, да, да. Скорее всего, так. Т2 у нас. Здесь Хантерсфорд стоит, а здесь, по-моему, нету, да? Да, 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 да. Да, кстати, смотри. Это талоны, что ли, как раз будут? Да, скорее всего, это будут, возможно, талоны. То есть Сокер... Сокер, кстати, да, практикует. Подожди, или это у Соника просто какая-то своеобразная страта, что он с Хантерсфорд выходит? Возможно. Ну, кстати говоря, Соник уже сегодня сыграл нестандартный, он через Козлика играл, Клотфорка. А, и через Соник, кстати, всегда нестандартный игрок. То есть ты помнишь? Он, как ты говоришь, наоборот, он не тот игрок, который играет в стандартный. Да. Ну, кстати говоря, вот сейчас у Сокера отменит колодец. и даст это ему некое время на преимущество. Кстати говоря, вот Сокер что у нас? Тоже Dream Hunter как у одного игрока, так и у другого второго игрока. Сейчас, в принципе, это бессмысленно отменять колодец, потому что у него и так 40 сапли. Ну, да, это бессмысленно, но позднее... Вот Соник сам завтыкал. Кстати, смотри, Сокер тоже ставит Hunter's Hall. Это будет по-любому мишка Дриады против мишка Дриад. То есть будет решать, наверное, прокачка все-таки мишек, то есть там на атаку и на броню свитки, ну и героя там прокачка героев, естественно. Сейчас вот оба игрока занимаются как раз таки этим, качаются, бегают. Ну, короче, не самый интересный начат. Ну да, Мирор все-таки эльфийский. Не так эпичный, как, например, там... Я посмотрел вот этот про который ты говорил в матч-ап, там, где против Форкун играл. С середины, ну, посмотрел, интересная игра была. Да, действительно интересно. Там он играл против Адского. Да, Адского. И Адский там... Там БМ был такой красивый, там Торен там тоже такой красивый бегал. Кстати, он в конце там зафейдил немного. Он же... Блэйдмастер мог сразу исчезнуть и убить козла. Да, да, да. И получить 6 уровень. А он зачем-то простыкал, получил иннерфаер и его убили. Уже в невидимости. Так, ну что, вторым героем у нас у Сокера, ну, как я уже и говорил, Нага, естественно. Ну, а у товарища Соника, сейчас давайте посмотрим, кто будет старым героем. Пока мы видим, что у нее делать с этого два. Кстати, сейчас... Сейчас Соник может... Соник сейчас может неплохо так попушить. Да, с Контрессами. С Проросветкой. Всего лишь Проросветки, кстати, не хватает у него. Ну, да, трется он около товарной. Скорее всего, вторым героем, естественно, будет Соника Нага. Это по-любому, да. Нагу берет, ну и... Деньги на котел. Не пошел. Да, но единственная ошибочка то, что просветки нету. А у нас еще ночь. А у него висит висп на обсерватории, поэтому... Поэтому, да, будет светить. Покажем этого виспа Василия. Вот он. Будет развлекать. Так, естественно, сейчас уже отмена, да. То есть, минус одна лорница строящаяся. Сейчас даже и вторую может быть Соник у Сокера отменен. Там барак пока что побьют. Нейтрала. Сокер собирался качаться. Да, крепиться хотел. Приходит Сокер на свою базу и начинает, собственно, развлекушки с Сониковской Арчеркой. Девочкой с Уком. С Учком. Ну и что? Отлично. Виспов, кстати, сейчас будет. Шарики гоняйте. Сокеру. Проверяет на крепость шарики Сокера. И ТП делает, Соник. Хантресс, в принципе, вам можно и оставить здесь. Да, в принципе, можно. Так. Но вот таким вот маневром как раз-таки Соник у нас затянул постановку Древмудрости. В то время как уже идут грейды. Да, уже грейды на мишек, уже грейды на диспелл Дриатка. Отлично просто. И что? И у меня складывается... И убили, убили только что Барак, ты видел? Да. Ну это стандартно. То есть, отвлекавшись, когда, собственно, Сокер оборонял базу от Соника, крипы избивали тем временем Барак. Так, ну что? У нас Соник продолжает крепиться и вроде как все складывается в сторону Соника. Как ты думаешь, Михаил? Да, да. Мне кажется, он должен... Я, в принципе, уже даже на 70, на 80% уверен, что Сокер выиграет. Сочи, Соник, Соник. Красавчик. Может быть. Красавчикому лорницей. Он, кстати, ему сейчас Сокер вообще ничего не сделал со своими лучницами, тремя и двумя героями. Да, смотри-ка. Все, у меня еще одна. Вторая только началась строиться. Тут уже можно пару мишек построить, чтобы они лечили. Так. Сокер уже не тащит, я не пойму. Сокер? Или просто Соник так тащит. Сокер, Сокер, да. Сокер, я не знаю, если честно, я его на Зотике вижу в первый раз за долгое время, за долгое отсутствие. Поэтому Соник, он постоянно усиленный тренируется и играет на всех капах. А вот Сокер, ну не знаем, крутой чувак, короче, хорошо играет. ГГ, кстати говоря, пишет нам Сокер. Все, ГГ. ГГ. Вот так вот, ребят, Соник заточил Сокер. Круто, круто. Так, сейчас почитаю ваши комментарии, которые вы оставили на портале GoodGames. Наверное, сейчас Сокер просто немного инактив. Да, да, это фактор тоже, да, фактор, конечно, тоже этот влияет, то есть, инактив, конечно, да и, если не ошибаюсь, он Старкрафт шпилит, второй, если что скрывать. Ну и, вдобавок к тому, к тому же Соник, он, в принципе, сыграл неплохо, он очень быстро поставил Хантерс Холл и вышел в Хантер Эс вместо лучницы, что дало ему преимущество. Когда хулиган смеется, будто смех с магнитофоном. Ты там специально для трансляции записал, да? Смех или аплодисменты. Такое же, бывает, включает. Нет, это его настоящий смех. Парень, парень очень веселый. Молодец. Так, Лич, блин, Лич, я убью тебя, почему ты не читаешь вопрос? Что за вопрос был? Миша, так, Миша, а трудно было на финале ВЦГ 2007 года Раша, собственно, со Сфифтом бороться? Было, нет? Трудно. 2007 год, припомни. Ну, по-моему, нет. По-моему, нет. Я помню, 2-0 вроде, я его тоже выиграл тогда. То есть, не трудно было. Никаких проблем, в принципе, не было, да? Самое сложное ВЦГ у меня было в 2006 году. А, я же забыл у тебя спросить. Да, самое трудное, наверное, для тебя сражение какое было вообще в твоей жизни? Против кого? Там у меня была самая сложная игра против Бига. Это был такой Андетт, наверное, его уже не помню. Я помню. Помнишь, да? Кстати говоря, если не ошибаюсь, он в Коу-3 был. Да, 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 он был в Коу-3. Вот у меня тогда была с ним игра в бинерской сетке, я ему проиграл 2-1, и мы с ним встречаемся в лузерской сетке за топ-3, получается. То есть, кто-то из нас выходит в топ-3 и получает эту загожданную квоту в Италию. И ты его дарил. И счет у нас с ним уйдет 1-1. Моя нелюбимая карта против Андеттов третья была. Это Total Rock. И там как-то игра так не очень складывалась, и в один момент он решил уже меня как-то дожать, наверное, пришел ко мне на базу. Я ему очень удачно там заблокировал героев, поотжимал, и наступление поубивал паучков, и сделал короче смешательный камбэк, и поехал на вот сад. И затащил, и поедал. Молодец. Так, 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 сейчас еще почитаем, сейчас еще почитаем. У нас там играют какие-то вообще непонятные парни, если честно. Так, вот, давай-ка зайдем к Бидоксу. Ты видишь его, Да. Заходи, пока сейчас у нас видимо будет игра что, Соника против кого-то еще. А, это же, а, у нас же Бо-3, родной, у нас Бо-3. Карта ТР, Бо-3, опять Соник против Сокера. Смотри-ка, заходи, заходи, раз, только Апсов, Апсов, все. Апсов, ставлю. Так, все отлично. Итак, онлайн. Итак, друзья, это карта Черепаши и Скала играет игру вторую, у нас играет Сокер против Соника. Опять же, Мирор Эльфийский. Так, 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 что такое со звуком? Что-то там со звуком у нас говорят. Спасибо, Лич, пишет Макер. Биг мой друг, пишет Леон 9. Может быть, так, так. Спроси, как он там поживает? Как, как, как поживает? Напиши, пожалуйста. Бига вообще, я вот с тех пор, потом вообще его не видел, не слышал. Тоже отличный парень был. А, кстати, кто вот вообще стал твоим лучшим другом, наверное, так скажем, Warcraft? Ну, с кем ты больше всего подружился? Так вот. Я, конечно, знаю ответ, но ладно. Ну, мы уже, да, говорили об этом. Нет, но если... Ну, чисто самый лучший друг. с Warcraft, с кем я подружился, да, то это мои друзья из Волгоград, с которыми я здесь дружу. А, кстати, можешь ли с ними назвать? То есть, в первую очередь, я с ними познакомился в клубе, вот, и до сих пор мы с ними, вот, уже 8 лет дружим все вместе. А никнеймы можешь назвать? Ну, они не были известны. Ну, неважно. Парни, парни прославиваются. Резак, Резак, Дэвил, Суффикс, Спай, Плассатик. Вот этим парням огромный респект. За то, что они... Да, им респект огромный. За то, что они воспитали для такого чемпиона, который, собственно, тащил на протяжении... Сколько ты лет тащил? Я даже не знаю. Ты огромное количество лет тащил. Это 2000... 2000... когда ты там зашел просто на пьедестал? Три года, по-моему. Да, три года. С шестого. Вот я в шестом тогда на ОЦГ я занял на нашем третье или второе место. вот. И пошло. Впервые я тогда на ОСС и после этого я ему уже не отдавал победы. Понятно. Так, ну что, давай-ка впиливаться в игру. У нас там Сокер, у нас там Соник и оба эльфы. И оба начинают свой криппинг, естественно, со стандартной точки. Вот что ты думаешь насчет вот таких вот ближних респаунов? Кто в этой игре может так скажем затащить? Кто вот, ну, кто? Я тебе скажу, вот, если бы я играл, то затащил бы я. Потому что я хуман, да? Прибежал бы с милицией и снес мейн или построил много башен на базе у эльфа. В эльфийском мироре я, кстати, не очень много смотрел игры эльфийского мирора на Тотл-Роке ближние респы, поэтому я здесь не знаю, как они и что будут сейчас делать. Ну, естественно, тут навки начинаются поначалу, то есть мы наберны как одному Деван Хантеру, так и другому, то есть как раз-таки эпигейм пойдет у нас, наверное, опять же с Т2, то есть там появятся наги и кто кого пропушит и кто быстрее нагу возьмет. Вот здесь как раз-таки я сейчас вспомнил, вспомнил я, что, по-моему, на этих респах они строят бараки и играют лучницы Талоны, то есть ходят бараки у них, вот эти АОФ, я их всегда бараки называю. Очень удобно. На бараке правильных умодов. Очень много строят их, АОФ, и выходит с лучницей и вороны, эти Талоны. Талоны. Стандартная закупка просветками, естественно, стандартная закупка с сапожками, делается хайд от Сокера тремя арчерками и все, побежали оба за сапогами. Один в один магазин, другой в другой. Вот. Ну, не знаю, Сокер вроде как решил немножечко поагрессивничать. Ему сейчас, если сливаться, ему сейчас, в принципе, вообще нельзя, потому что сольется и все, и Соник проходит дальше. Вот так вот. И, возможно, мы его увидим в финале. Там, кстати, у нас по сетке еще, если не ошибаюсь, Никер тащит. Хавк, к сожалению, надо Никера еще посмотреть. Никера это по-любому. Это, наверное, ну, ты, собственно, наверное, ну, человек нормальный. Человек хороший, я с ним вот общался, тоже брал у него интервью. За последние годы, да, он, так скажем, стал больше общаться, мне так кажется. Вот. Ну что, у нас, как я и говорил, опять же, прессинг от Сокера. Сокер тут грамотно отводит арчорок назад, битых. Ну и что? Так. Подрубил. И вот, кстати, у одного игрока строится Hunter's Hall, у Соника, а Сокер, судя по всему, собирается лучницами его же дожимать. Смотрим, он строит кучу лучниц. Магазин, и Hunter's Hall у него нет в проекте. Да, в проекте нету. То есть, это будут талоны, как ты и говорил. Кстати, по поводу Никера, я, по поводу Никера, я болел за него, когда он играл с Хэппи на ВЦГ. А, кстати, он нас сейчас совершит полевого. И потом, и потом я очень сильно смеялся, когда смотрел интервью с Хэппи. А, да-да-да-да-да-да. Это эпичное интервью. Это эпичное интервью. Это эпичное интервью. Все, я помню, смотрели, ну, да, теперь, теперь я хэппи. Это фраза года, наверное, была. Так, ну что, друзья мои, у нас сокер, он взял нагу, и сейчас будет, собственно, нашего славянского брата, Соника, напрягать. Сейчас будет очень тяжело Сонику. Да, это пуш. Поэтому он берет вторым героем, он, собственно, к товаре не мог подойти, поэтому вторым героем в качестве замены наги он берет козлика. Ну и что? Минус Древо Чудес, Миншенков Чудо, минус. Кстати говоря, он его не отменил. И сбивается у нас Демон Хантер Соника. Избивается у нас также нага сокера. Так, избивается, но Хайт у нас имеется плащ теней на Сониковском Демон Хантере. Ой, сейчас нагу можно подрубить. Красавец. Отлично. Еще барак добивает там. И Хайт опять, и козлик выходит. Ой, замечательно. Ну вообще красавец. Странно, Сокер почему-то не взял просвет. Да. Да? Он и не просвет взял, он и не сапогов не взял, он вообще ничего взял. Не сапогов, да, вообще ничего не взял. И вот на этом он как раз таки отдался сейчас. Вообще в нулину просто, да. Все, нагу, минус нагу, минус Сиарчи. Сейчас еще подожмет Демон Хантер. Потому что козлик... Он строит, видишь, второй барак, смотри, Сокер. Ага, сейчас посмотрим, да. Так что полученцем он сейчас быстро становится. Полученцем, да, но как бы у Соника уже более технологичные, мне кажется, но пока что лорница у него еще не строится. то есть, смотри, сейчас у Сокера есть буквально такой небольшой промежуток времени для пуша Соника. Если он сейчас даст Сонику развиться, то все, пиши. Вот, пошел, а он со скоростью, по-моему, уже пошел, да, смотри. А он со скоростью? Ага. Да, он очень быстро шагает. Да, 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 а он со скоростью. Так, ну, собственно, козлик у нас увидел, а он со скоростью понимает, что как бы его будут там пушить. Сокер у нас сейчас продолжает качаться, хочет он своего Демон Хантера до второго левака хотя бы докрепить. Ну, и что? Надо еще вытягивать за счет свитков, я бы посоветовал все-таки Сокеру свитки купить, лечение, где-нибудь, где-нибудь что-нибудь закрепить. Ну, а Соник у нас сейчас пойдет харасить с козликом, развлекать. Оп, корни. Весь не диспеллиться? Диспеллиться под корнями. Ну, скорее всего, за диспеллить, что-то Сокер не контролит. парень, да, заметно, что парень как бы в ногтеве долго сидел, или в Старкрафт просто переиграл. Вот. И не диспеллить. Нету того мастерства, что у него было, наверное. Тоже тащил не так давно уж, мне кажется, годик-два назад тоже достаточно неплохо играл. Ты что можешь сказать, например, вот о Сокере? О Сокере, ну, неплохая связка у них с Фоксом была. Вытаскивали они свои кланы. Они вечно вместе, ходили, насколько я помню. Куда Сокер, туда и Фокс. Да, и у нас сейчас идет битва за крипов, и Соник сейчас у нас с баночкой юзает баночку, получает третий левак, свиток оф за бист. Нормально. Нагу можно было, конечно, подпилить, да, как ты и говорил, лимит в арчерках, у нас Сокер восстановил, избивается Диамон Хантер 20 хп. Ух, красавец. Соник, вообще просто грамотно. Магазин есть, все замечательно. Магазин есть, лорис стоит, здесь протектор. Минуската, вот это вот не есть как. Став! Красавец. Ты видел, как Сокату заставил? Ага. Вообще. Ну, Соник, вот согласись, у Соника сейчас форма очень хорошая, даже в невооруженном глазе. Да. Очень хорошая. Соник, судя по всему, собирается брать это ВЦГ в этом году. В Киеве, да. Ход, кстати, блин, Ход давно на ВЦГ не появлялся, не знаешь, планирует он заглянуть на ВЦГ в Киеве или нет. Ход? Да. Просто, ну, может быть, как-то по фану. Ход, он играл на ВЦГ на том он играл, но... Нет, подожди. Играл не играл, вот если честно, не понял. на прошлом ВЦГ он участвовал в отборочных, он свился там, но он участвовал. Ну, не знаю, по-моему, он играл, наверное, по фану. Если бы парень очень сильный, затащил бы, наверное. Мне кажется, Маджестик ему не ровнее. Ну, ладно, смотрим, что у нас идет битва, точнее, битва за Крипов, и опять у нас уже появляется у Соника Реджуф, избивает он Нагу. Минус Нага будет по-любому, причем, Демон Хантер сейчас начинает карать, там есть ТП, козел получает вторую левак, корни у нас на Арчурку, на Стафи улетает Демон Хантер назад, сейчас, ну, все хорошо, не пропушил у нас сейчас Сокер с оловами, он почему-то бегал, крепился, и сейчас будет получать люлей от Мишек. Это понятно уже. Кстати говоря, Соник у нас опять очень интересный. Он решил пойти в экспант, посмотри. Да, решил пойти в экспант, но, как бы, каты, это все дело быстро за контры, то есть сейчас Соник, если придет с Мишками, с катапультами, сам понимаешь, против арчерок, Мишки. да, ему достаточно, сейчас будет пару Мишек и пару катапульт, чтобы вот это все дело пропушить. Ну, просто огромное количество Мишек сейчас заказано. Кстати, с одной лорницей у нас играет Соник, что прикольно. с одной лорницей. Но он потому, что увидел АОВ в тот раз, идущий к нему на базу, он ваткнул вместо лорницы протектор. Вот сейчас вот будет, скорее всего, происходить сражение вот на этой воде, то есть там АОВчики у нас сесть не могут и как бы надо будет там, наверное, давать сражение. Или вот в этом проходе хотя бы, под Реджулом. Давайте, поиграйте в 300 спартанцев, надо, наверное, поиграть у нас товарищу Сонику, затыкнуть, так скажем, этот проход Демонхантером и начать драться. Сейчас сделать с исследованием на катапульты, но это даст некое преимущество. Талонов там много, конечно, у Сокера. 43 лимита и 45 у Соника. Кто же вытащит? Дрига. Моноберн. Моноберн по Сонику. Так. Как ты думаешь, вот удастся пропушить Сокеру или нет? Сейчас появились у Соника мишки. Я думаю, не удастся все-таки. Там есть две катапульты, мишки эти. Ему бы, конечно, лучше обойти с другой стороны Сонику и ворваться у этих лучниц. Потому что сейчас нет смысла бить бараки. Нага получает у Сокера второй левак. Нужно убивать Машну, которая сзади стоит. Да, действительно. Кстати, как назвал у Соника колодцы пустые. Ну, надо. Да, пустые колодцы сейчас. Но медведь сейчас выйдет отлично. Так, мишка выйдет. Естественно, полечит. под протеку, кстати, вот сейчас вот можно их усвоить. Да, уже подражается. Да, действительно. 47 лимитов у Сокера. 45 у Соника. Экспанд работает у Сокера. вот за счет этого экспанд он, конечно, вытащит. Теперь уже, мне кажется, временно работает на Сокера все-таки. Как-то ход игры сменился за счет экспанда. Вот если бы вот если бы все-таки товарищ Соник у нас вышел с базы и запалил бы. Но он не запалил. Вот только сейчас он запалил. Видишь, Виспом? Да, Виспом вот я бежу запалил. Ну и он как раз туда сейчас пойдет. Пойдет? Ну да, ну, собственно, за счет Фэйр и Файра Сокер готовится, готовится к битве сейчас за свой экспанд. Кстати, третьим героем у нас Соник Герод Тинкер. Да, сейчас будет интересно. Сейчас корни пойдут от Козлика. Так, корни будут, нет? Кидается завод, кидается форкет. В Демон Хантера сбивается Сокеровский барак. Минус один барак будет по любе. Сокер стоит у нас в Древо Войны. Прикольно. Так, так, избивается Козлик. Сбивается Демон Хантер. Сокеровский, но на нем имеются хорошие артефакты. Это зелень неуязвимости. Делается свиток. Катапульте бесполезно бьет этот барак. Ну да, лучше бы на паталону фокусили. Я тоже согласен с собой. Оставил он мишек на отдачу, зачем? не поймал. Да, мишки там вообще двое сливаются. Убежал, я стал мишек. А сам сражается с бараком. Зачем? Он отдал всех мишек. Зачем? Всех мишек. Зачем? Да, ловчат. Ну, может быть, интригу какую-то хочет сделать, но не знаю, хотя странно. Так, блин. Отлично. Став-то, конечно, хороший. Вот Демон Хантер у Сокера можно подругить, как-нибудь. Ай, наставь ей минус, козел. Ай-яй-яй, Соник Демон Хантера еще не отдавай. Да, вот сейчас уже, сейчас уже, мне кажется, Сокер затащит эту битву. Как ты думаешь? Он эту битву легко мог выиграть. Ему просто нужно было пойти с катапультами и совсем начать бить лучей. Зачем он эти бараки пытается убить, просто непонятно. Отгони на базу хотя бы лучей всю эту машину и тогда бей их. Он просто так отдается на бараках. Размен мишки на бараки, он, по-моему, не может быть никак выгоден. Может быть, еще Соник затащит, Демон Хантер и третьего левака. там Сокер Смотри, 10 бараков настроил, Соник сейчас будет эти 10 бараков пытаться убить. А так и на бараке? У него, скорее всего, Соник не высчит эту игру. Смотри, у него одна лорница, нету АОВа, катапульта нет, когда вы строите. Да. Экспанда нету, дерева нету, ничего нету. Уже лимит, собственно, показывает нам о том, что Сокер сейчас имеет преимущество в этой игре. 52 лимита у Сокера, он вышел с лимита, у Соника 43 лимита. Воскрешается герой, и все печально, конечно. А мог ведь затащить парень. Это странно. Так скажем, переломный момент вот где случился у нас? Все-таки, наверное, вот в этом сражении или чуть, чуть ранее, когда он не запалил экспант? Как ты думаешь? Да. 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 Сказал нам хулиган. Понятное дело, это была отдача просто всех миш. Он разменял вот это вот все на два барака. Ну и сейчас мы видим от Сокера камбэк. 1-1, скорее всего, сейчас будет четко после этой атаки, потому что огромный лимит у нас сейчас у Сокера, плюс бараки, которые, собственно, в этот лимит не входят. Халявный юнит такой с тысячей хп-шек. Не кажется тебе имбовая такая страта? Вещь такая, этот барак вообще. Помню, еще, наверное, в твои годы придумали эту штуку с криппингом аловы или нет. Ну да, ты видишь, я же все-таки вспомнил, когда ты у меня спросил, как здесь играют на Эльбе. Потом вспомнил, что здесь как раз-таки лучница с талонами и масс-бара. Кстати, сейчас сражение происходит, Нагу избивают, Нага Сокер сейчас жестоко терпит. У него Став минус Нага! Красавчик. Не красавчик ли? Став еще делает. Успела делать нормально. Ну, конечно, тут сейчас закрепятся бараки у Сокера и будет сражаться под ним и очень-очень трудно. За счет Херакива, может быть, он затащит? Да, за счет Херакива здесь можно отбить сейчас. Но, кстати, вот он сейчас правильно все делает. Он катапультами бьет талонов. Да. Как раз-таки самое то. Так, Демон Хантер, кстати говоря, у Сокера с одним только с видком телепортации тоже можно как-то еще за счет козлика подрубить. Благо, мана позволяет. Вот он, он наконец-таки стал бить войск, и смотри, и вроде бы получается у него здесь от армии его, точнее, от базы его отгонят, и, блин, лечиться нечем. Мана на мишках вообще нету никакой. Там сейчас отдаст еще протектор. Да. Хотя нет, можно еще починить его, Соник там должен. Давай, чини, чини, родной протектор. Нет, нет, нет. Вряд ли он не точит. Нет, чинит! Ведь он знает, он слушает. не отчинит, его здесь просто не отчинит. не отчинит не успеет, к сожалению. И Сокер давит, давит, зараза. Как не крути, блин, с Сонику трудно сражаться. Соник, кстати говоря, да, Эликс Пант и заставляет Сокера сделать ТП. Неплохой вариант. Да, кстати, неплохой ход, он сейчас поубивает эти бараки, которые у него на базе. Вот сейчас надо было делать ТП, он сейчас козла отдаст. Надо было делать ТП, да, что он делает, непонятно. Но все, он отдал. Минус козел. Вот развел, да, задумка у него была хорошая, то есть он хотел заставить... Нужно было моментально делать телепорт на базу и отбиваться от барана. Ты прав, чертовски прав, хулиган. Действительно, надо было делать ТП и все, и так как бы ты развез своего противника на ТП, это во-первых, во-вторых, ты как бы время потянул и смог благополучно вернуться на базу, там отличиться. Так, ну и что, опять у нас пуш от Сокера, избивается Тинка, а Тинка у нас должен отбегать назад, что он творит, непонятно. Сокер еще застраивает у нас товарища Соника, жестоко терпят у нас сейчас медведи, четвертый левак получает Демон Хантер, Соника, вернее Сокера, минус один талончик, медведи грамотно отводятся назад, но колодцы не позволяют вылечить всех медведей, ГГ, пишет Соник. ГГ. 1-1. Ну, на самом деле, конечно, комментировать легче, чем играть. Да, как-то это да. Это действительно гораздо легче. Так, ну что, сейчас будем смотреть... Я в том, не в том плане, что мне сейчас легче комментировать, а в том плане, что, как бы, в плане действий, да, вот сейчас. Мы видим, как правильно поступать, но Соника мы не можем понять. давай заходи на... Он ситуацию не видит. Ой-ой-ой-ой-ой, заходи, заходи на карту Низины, быстренько-быстренько. Зашел? Все, окей. Отлично. Пошли. Так, друзья мои, напомню, что сегодня мы комментируем Zota Cup. Извиняйте, конечно, за то, что вы... за то, что я не читаю сейчас ваши комментарии. У нас тут такое непринужденное общение с хулиганом. Надеюсь, вы его узнали. Ну и что еще можно сказать? Давайте сейчас почитаем все-таки ваши комментарии, которые вы можете оставлять на портале Goodgame, главная страница. Zota Cup номер 182. Так. Хулиган, в каком плане хэппи плохой человек спрашиваю тебя? Что? Хулиган, в каком плане хэппи плохой человек? Ну, не плохой человек, он мне просто не нравится. Такой высокомерный, знаешь. А, да. с радаром носом входит и вечный. Понятно. Ну, вот это его вечное высказывание в сторону других игроков. Ну, поскромнее нужно быть. Да, действительно. Слушай, хулиган, ты, по-моему, самый адекватный человек, вообще, который я встречал. Вот вообще, брал как-то интервью, блин, многих людей и плюс тебе. Чисто от меня. Так, спасибо, спасибо. Да не за что. Так, так, хулиган, из какого, так, хулиган, из какого леса вылез? В Альф Мироре играет уже в талонов давно. Это тебе такое подмечание делают. Так, не, не, я же вспомнил, я говорю, потому что да, играли, я вспомнил тут уроки. Ребята все равно хотят себя затролить великого хулигана. Так, я опять себе припоминаю великую фразу твою ты не человек про машину. Так, спасибо, Лич, пишет Майкер. А, это, блин, я старый комментарий читаю. Так, на Зотке есть, может быть, комментирую расу хулигана. На Зотке есть Хуманы, но там как бы не наши пацаны, а тут все-таки мы имеем возможность поболеть все-таки за Соника. Если, собственно, Миша нам уделит еще немножечко времени, мы можем в принципе и Хуманов, друзья мои, покомментили. Так что посмотрим. Спроси про Дэдмэна. Покомментируем, посмотрим. Да, про Дэдмэна спрашивали, вернее уже отвечали. Он закончил играть в 2000 годах, поживает, работает, жизнь продолжает с тебя. От тебя передам привет. Короче, тебе привет от Леона 9. Когда играл за Фанатик, сколько? Зарплата. Ну, сейчас уже, наверное, хочешь сказать или нет? Когда играл за Фанатик? Ну, это не секрет, да. Во Фанатике мне сейчас, подожди, я сейчас точно 600 евро платили. А в Гравитас мне полторы тысячи долларов платили. Понятно. Так, ребята, вот особенности Фримен тебе. Я посвящаю следующую фразу. Понимаешь, это человек после инактива. Это во-первых. Во-вторых, мы тут как бы собрались, конечно же, зоток покомментировать, но больше пообщаться все-таки с хулиганом. И, естественно, мы сейчас не будем какие-то мелкие моменты замечать. Даже, может быть, они и не мелкие, все равно нам более будет приятно все-таки с хулиганом пообщаться, поговорить, чем, наверное, игру посмотреть, какие-то там Мунвеллы посмотреть. Вот. Ну что, так, я сейчас небольшой превью такое сделаю. То есть, играет у нас Соник, третья решающаяся игра. Соник у нас будет сейчас играть, видимо, в контресок. Тут у нас опять побегушки от Соника. Сокер ставит АОФ на базе у Соника. Да. Это уже прикольный вариант, Нестандартный. Понятно. Соник пошел в контресок и, судя по всему, Сокер решил его... А, Соник поставил у него АОФ. Пока мы разговаривали, я что-то даже и не заметил. Обмен любезностями, да. Да везде АОФ, все эльфы одинаковые. Ушастые, с луками и с АОФ. И все пытаются что-то у тебя нахалявить. Так. Ну что, опять Соник убивает шарики у Сокера. Проверил на крепость. Шарики, собственно, потерялись. Так, ну и Сокер у нас нанимает из меркенария мерков, жереца лесных троллей, избивает сониковского демон-хантера. Сейчас, естественно, он побежит на базу, там отличится и что-нибудь такое в этом роде будет происходить. Но вот, как ты думаешь, для чего все-таки Сокер у нас продолжает, собственно, строительство своего АОВа на базе у Соника? Все-таки он будет пушить, наверное, через некоторое время. Как ты думаешь? Сокер? Да, Сокер. Вот тут вот. судя по вот этим еще двум АОВам, да. Да, судя по АОВам, ну, да, действительно, будет пушить. Но, по-моему, это бессмысленно, потому что здесь стоит Hunter's Hall, у него протектор построится, и здесь, но он, я думаю, сможет, хотя там лучницы и наемники. Это пуш-стратегия очень рискованно, причем счет-то в игре 1-1, а Соник сейчас развлекает колодец у Сокера. Мне кажется, это не есть правильный вариант. Ну, это правильно, что он развлекает этот колодец, чтобы сейчас Сокер не настроил войск много. То есть, он хочет, чтобы тот ограничился тем, что он уже имеет. А смотри, как бы, мне кажется, Сокер-то у нас на войска и не будет налегать. Мне кажется, он будет сейчас дополнительные оловчики ставить еще. Тоже тут спорный вопрос. То есть, Соник просто один олов, мне кажется, не пропушить. А вот если бы... Ой, смотри, смотри, Демон Хантера, да. Где-где-где-где? Демон Хантер на ТП уходит, там его сейчас под сапогами мог Сокер догнать. Ничего, сделал ТП и колодец... Не, в колодцах отличился. Нормально. Протектор стоит, но оловы у Сокера делаются еще виспы. До сих пор нужно убить сейчас. Куда побежал Соник, я не пойму. Ему нужно было сейчас убить пароля. Он, видимо, хочет приток войск с базы у Сокера по-разделикатии. То есть, вот, видишь, арчерки идут на базу. Может быть, как-то... купил он просветку, он за просветкой все-таки бежал всей армии зачем-то. Можно было Хантера, в принципе, на базе оставить. Ну, ладно. Да. Вот, кстати, сейчас у Сокера как раз нету лимита. Он не может строить войска. А, ну, кстати говоря, да, Аловчик-то у него сделал свое дело. Отменил вот этот вот Мунвелл, который стоял сверху. Вот, и, соответственно, сейчас 29 лимита на 20 у Сокера. Нормально. Ну, там сражаются Аловы, кстати говоря, сражаются с главным зданием. Зачем? Непонятно. Просто так теряет хпшки. Так, у нас там Хантрески избываются, Сониковские. Делается просветка, минус Хантреска. Будет полю Б или не будет. Почему-то у нас не фокусит эту Хантреску Сокер. Познавец похватился и улетает, собственно, Хантреска на базу. Сокеровский тролль, жрец лесных троллей сейчас отличится. Ну, и что? Сониковский барак избивается. Ну, и сейчас все хорошо у Сокера и все плохо у Соника. Что еще есть? Нет, мне кажется, на базу сейчас... Сокер идет грейд. А, мне кажется, все-таки у Соника. У Сокера идет грейд базы. Три АОУ развлекают Соника. У него все еще древо жизни. У него Коцаны и Юниты. И, кстати говоря, у Соника сейчас Хантреска отдастся под АОУМ. Оп, на ВОУКП. Просто он ее, видимо, не проконтролил. Так, ну да, да, вообще-то ты прав. Я уж хотел с тобой поспорить. Да, действительно, у Соника сейчас неужели он сольется Сокеру? Что за ВОУ? Так первую игру красиво сыграл и... Вот, зачем он сейчас бьет опять здоровая Овка и там красная? Ну, видимо, хочет, чтобы тот вылечился и надавал ему люлей. Не знаю. Суть по всему там. Ну да, и сбивается. Так, все, Сокер уже забил на свою затею, он спокойно качается. У него идет второй тир на половину уже сделался. И сейчас он просто тупо крепит Меркенарис, Алован. Получает Демон Хантер второй левак, артефакт, ну, в принципе, пойдет, скроу в Забис, тем более, что... А, нет, смотри, охотничий зал делает у нас товарищ Сокер, то есть это, возможно, Мишка Дриады все-таки будут. Хотя, может быть, там какая-то нестандартная стратегия будет. Тоже очень интересно, Сокер играет, так скажем, нестандартная стратегия. Вот я хотел спросить, ты вот как больше предпочитаешь стандарт или нестандарт? Я предпочитаю нестандарт. Мне всегда очень нравились смотреть игры TH3.0. TH3.0, да, великий хуман. Потому что там, во-первых, постоянный рандом у него, он может выбрать любую рацию, и играет он всегда нестандартный. То есть, да, очень интересно. очень, да, очень интересно смотреть. Интересный вопрос такой вот, ты когда-нибудь пробовал менять расу? То есть, во время какого-нибудь турнира, например, было у тебя комфортно играть за орков против андедов, например? Или еще как-нибудь? В каком-то серьезном матче, на серьезном турнире нет. Но там, я мог там на Асусе, против ноунейма какого-то там. Но когда у меня был серьезный противник, я не менял расу. Я играл в пунктах. Так, Соник у нас ставит паузу, сейчас я пока быстренько свернусь, посмотрим, что там нам понаписали. Сегодня у нас просто небольшие проблемки с Овнидом, он лагает, люди недовольны, но ничего страшного, у нас куча народу смотрит. Это круто. С нами хулиган, друзья мои. Миша, ты участвовал в ВЦГ-2005? Да, участвовал. Участвовал. И как? Никак, скажи, да? Ну, как раз в версии 1.14, 1.14, имба-дестройеры, и в первом матче я проиграл Солову, вот, это такой был тоже, может быть, знаешь, Warcraft, сейчас покерист, такой довольно-таки известный, его андеду проиграл, при том, что я его хум на хум до этого повыигрывал, он хумами играл, а к ВЦГ андеду подготовился, дестройером, и потом какому-то еще парню тоже, ну, ну, что мы видим? Тогда как раз от нас тогда поехали Рейнджер, Соул и Караваджо, два андеда и один хуман. Интересно, так вот, да, друзья, узнать о делах минувших дней, да, блин, ностальгия, я тоже сейчас что-то в ностальгии даю, вспоминаю, что я делал в это время, как я там людей троллил на Call 3, кстати, вот оттуда я на Call 3 и это, бига-то оттуда и знаю. Тогда я помню, кстати, 2005, ой, что-то в каком году я в 2006 или 2007 поехал, 7-8, да, я ездил, и 6-й я ездил, 5-й, нет, значит, это в 4-м я даже участвовал, я участвовал в 4-м, потому что в 5-м, я еще помню, я проиграл Майкеру и Кемперу, а уже в 6-м я прошел наконец-таки. Ну, давай немножечко в игру, и так, что мы видим, огромный лимит у Соника в Хантресках и у Соника соответственно позднее Древо Мудрости, а точнее Лордницы, ну а у товарища Сокера уже Т3 делается и сейчас Соник, видимо, хочет слить свой лимит в Хантресках. Видимо, забежать вот, а Рудник, да, попытается оплетенный. Кстати, сейчас было бы ему проще убить базу, потому что когда идет Грейт, у него 0 брони. Да. Помнишь, смотри-ка, помнишь еще все такие штучки-дрючки хорошие для... да, важнее было. Но все равно оплетенный Рудник, тоже достаточно неплохой выбор, хотя сейчас тут Хантрески тоже насливаются. Кстати, смотри, там как Висплы уходят хорошо. Да, от Чакрама. Да? Сейчас еще, смотри, убивает. Ну, Виспов, Виспов, давай. Давай, шарики! Подрезал, красавец. Красавец. Кстати говоря, тут Демон Хантер с Сокера что-то вообще непонятно, что делал, пытался отменить Сокер Сониковский Сониковский Лорд Ордер, да, Лордницу, и что-то не получилось. Древо Чудес остается у нас у Соника. Ну, а сейчас Асокер сейчас пойдет в контр-атак. Сейчас вам придется тяжело, смотри, там идет машина такая. А у него все косы. Все косы, там еще сейчас появятся. Там интересно, будут эти? Да, на мишке, на мишек уже греть сейчас сделайся. Первое, сейчас Демон Хантер прописывает Моноберн у нас Демон Хантер Сокера. Ну что, давайте, я не знаю, там, там что пуется, что у нас там? Талончики? Нет? Талончики? Нет? Ничего вообще непонятно. Мне кажется, нужно протектор было чуть-чуть вперед поставить. Да. Ну что, начинается, начинается избиение, собственно, малолетнего, тьфу, малолетнего Соника избивается, и минус один мишка. Так, минус сразу, естественно, магазинчик, это плохо, сейчас все колодцы у нас неподзаряженные, и, соответственно, надо будет лечиться за счет либо мишек, либо потылько здоровья. Ну, собственно, за счет мишек неполечен, потому что демон-хантер у Сокера там может быть манну пососет. Хотя нет, у него манну очень мало. Кстати, очень важно сейчас Сонику отбиться, потому что у Сокера просто сейчас стоп-экономика у него до сих пор окут. То есть США нету единицы. Если он сейчас отобьется, то, наверное, он все-таки выедет. Да, а если он отобьется? Вот сейчас, сейчас смотри, сейчас грейд от этого закончится. И, так, грейд есть. И все, ей нужно играться уже. Ей нужно играть. Нужно, нужно, но там Мишка зажимает, там Мишка зажимает диспел, почему-то у нас Сокер не делает. Хотя, ой, как Мишка прошел! Смотри, проходит, и там сражение идет. Мишка выживет, должен. Должен заточить, родной. Давай, давай, минус Мишка. Ах, до колодца не дошел. Да, но там демон-хантер у Сокера очень битый, там, блин, там он сейчас Смитек заюзает. Ой, зачитал Смитек. И, Соник-то, что-то разваливается, хотя нет, хотя, избивается Нага у Соника. Это минус Нага выйдет, скорее всего. Хотя, там сапоги есть. Так, да, сапоги догонит, не догонит? Нет, все-таки не догонит. Там, смотри, Нага избивается так же и у Сокера. Смотри, отбивайся у Соника. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, родной, живи! Черт. Ну, ладно. Демон-хантер против Демон-хантера, моноберн. Так, мешай, 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 задница перед передницей, давай, родной! Ну! Эх! Ну, упустил момент. Древо чудес. началось развитие, смотри. Кстати, у него еще даже непрогрежные мишки. Да. 36 лимита против 40. Угу. Что? Отличный камбэк, так скажем, мне кажется, от товарища Сокера. Ой, а от товарища Сокера? А? Кто у тебя там кричит, микрофон-телевизор работает? Нет. Не знаю, это может быть у меня не так на камбэк включился. Странно. Так. А, подожди, кто кричит? Я думал, кто-то кричит. Там мамани у меня, там мамани. Это все, уже все пользователи Гудгейма знают, что моя маманя. Собственно, на моих стримах тут иногда появляется. Она болеет за Соника сидит? Да, она болеет за Соника. Надрывается просто там, кричит. Вместе с подругой болеет. Так. Ну что, друзья, Сокер опять. Атака номер 2 на базу сейчас Соника. Ну, а Соник у нас сейчас крепится и сейчас поймает его. Она крипджек, блин, а там ТП нету, хандреска, естественно, будет минус. Но основная задача у Сокера сейчас подрубить Миша. Кстати говоря, может быть Соник-то тут и позаражается. Ай, зараза. Нага, Нага отличится, да, там Мишка кидает Реджуф на Нагу. Нага спасется по-любому. Там колодцы нормально. И сейчас, вот Сокер сейчас зря зашел, наверное, на базу к Сонику и Соник должен этим пользоваться. Да, Нагу избивает, там Став есть, Став есть, потому что Нага сейчас на Ставе по-любому улетит у Сокера. Там, правда, сапоги есть. Сбивается у нас Мишка у Соника. Включена стрела у Соника, посмотри. Да. Там бьет обычный Ставе. Да, это ошибка. Ну, законтроливши парень, реально, третья игра, очень трудно, конечно, сражаться при таком накале страсти. 1-1. И смотри, Демонт Хантера подожми! Нет, не подожмет. Ну, ладно. Ой, как мама у меня разошлась, как она болеет за Соника, блин. Все-таки хочется, конечно же, хочется, кто выиграл Соник. Кстати говоря, вроде как сравнялся положение делал, вроде как до этого как бы сливался, как бы там пушили. Даже сейчас, наверное, Соника получше дела. Да. Не получилось, опять же, во второй раз пропушить у Сокера базу Соника и по бегушке. Кстати, Демонт Хантер уже почти пятого левака у Соника. И как бы все хорошо. Правда, Нага первого. Наконец-то она включила. стрелу наконец-то включила. Древо чудес далеко у Соника стоит. Сейчас докрепит он точку, которую хотел докрепить с Аолом, но Алов, к сожалению, убили крипы. Ну и что? Посмотрим, что из этого будет. Кстати говоря, вот этих Хантерск уже можно сливать и подстраивать мишек. В принципе, они сейчас в качестве мяса должны у крипов быть. Так. Бегает у нас Демон Хантер за другим Демон Хантером вместе с Дрияткой. Так. Ну и что? Крипинг у нас от Сукера. Пытается он как бы закрепить, ну не знаю, не закрепить, вернее, пытается восстановить свое преимущество на карте. Ну чтобы на... Что? Если выпадет костяная бочка, тогда да, тогда будет круто. То есть артефакты, друзья мои, в Варкрафте у нас очень сильно решают. Что выпадает? Кельтовасские сапоги. Как думаешь, зарешает это или нет? Сапоги нет. Нет, не зарешает. Говорит хулиган и правильно, собственно, делает. Дирижабль у нас... А вот у Соника выпадает флейта меткости. Хотя для кого она? Дриадок мало. Ну если он построит Дриадок. Да. Для Хантерска она, по-моему, действует. Для Хантерсок, да. Для Хантерсок тоже действует. Хотя они сейчас... Ну они сейчас в качестве... Да, действительно. Хотя он их лечит, тратит на них Реджур. То есть еще надеется как бы потанковать ими, наверное. Кстати, он сейчас мог бы неплохо забежать и еще раз шарфы сломать. А вот он решил дропом туда слезать. Да, дроп. Он сейчас как раз-таки кидает. И дроп обратно к нему летит, смотри. Так. Демон Хантер движет. Так, и дроп. И дроп. Зачем? К его базе и он Шукер бы там навел побольше. Действительно, вот его дирижабль. То есть, Сокеру еще лететь, а Соник будет... Кстати, Сокер-то сейчас долетит. Сейчас еще дирижабль, став такая имбовая вещь от эльфов, наверное, да? Став дирижабль. То есть, туда можно сажать юнитов и... В твое время, наверное, тоже... Кстати, Титан как-то фишку такую замутил. Он посадил демона в дирижабль и сам себя телепортируем. То есть, если все это сделать за долю секунды, то получается. Вау! Прикольно. Да, да, да. И направляешь его в дирижабль и прямо перед тем, как он садится, прямо за долю секунды жмешь на телепорт и на дирижабль. Он садится и телепортируется. Блин, ты красавчик. Слушай, вот, друзья мои, вот почему мы на трансляции приглашаем именно таких замечательных игроков. Потому что они именно нам могут поведать вот такие вот фишечки, которые даже не все, наверное, знают, друзья мои. Итак, Сокер. У нас пытается сейчас что-то делать, но, естественно, там его встречает Нага Сониковская. А в это время Соник на базе с Медведем идет Демонхантера. Ну, зачем? Который уже, кстати, почти пятого уровня Демонхантера. Хорошо, там выходит, кстати, сейчас Мишка на Мишка, там, Рыжуф на Рыжуф и кто затащит. Видимо, хотя нет. Да, сейчас Мишку потеряет, если Став не будет заюзан. Да, Став юзается, хорошо. Ну и что? Нага опять развлекает... Ой! Смотри, где Нагу высадил у нас Соник. Ой, Сокер. Чтобы подхарасить немножечко. Ну, чтобы победили жабли. Да, да, да. Так, ну что, побегушечки. Вот сейчас такая стадия игры. Кстати говоря, нет, экспанд еще не скоро закончится. 1200. Хотя нет, скоро 1200. 1200 у Соника. 1200 у Соника, а у Сокера 2500. Да, все-таки а Сокер больше. Потому что у него он долго не работал. Так. Крепится у нас сейчас Сокер. Как ты думаешь, вот сейчас будет правильно, например, вот Сонику или Сокеру поставить экспанд? Я думал то, что Соника поставит экспанд, но он почему-то не стал это делать. Сокер не знает, что эта точка закреплена. Вот. А Соник, в свою очередь, закрепил и мог бы там поставить. Сейчас опять попытка от Соника что-то выйти, что-то нахарасить. Кстати говоря, всей армии он идет на базу к Сокеру, а армия у товарища Сокера летает на дирижабле. И, кстати говоря, можно что-нибудь подпушить так вот, быстренько сбрить, да? Смотри-ка. Кстати говоря, еще эти колодцы, унитазики-то пустые тоже. Смотри. Так. Так, ТП Соник делает. А почему делает ТП? Потому что там базу у него сносит. Вернее, да, по головной базу. Так, сейчас, секундочку. А? Вот я с ним говорю уже. Все. Мама узнает, хулиган на стриме или нет. Да, мама болеет за тебя. Привет, маме. Привет, маме. Сегодня я все уши прожужжал то, что мама, у меня будет хулиган на стриме. Все, моя мечта сбылась. Наконец-то я услышал этого замечательного человека. Польстю я тебе. Польстю немножко. Так. Сью-сью. У нас выходит что-то из игры. Видимо, он недоволен игрой Соника. Не того он ожидал. Ну, блин, как-то игра у нас, если честно, затягивается, да? Так скажем, сейчас, мне кажется, будет все решаться на тех моментах, когда закончится у Соника экспанта. Он сейчас закончится буквально через несколько секунд. И, смотри, они опять обмениваются дропами. Да. Дропы. Дропы. Ты старкрафтер. Хотя нет, дропы это, наверное, тоже в Варкрафте такое выражение. Дроп с Варкрафта, конечно. Все-таки да. Хотя, может быть, это даже и с первого Старкрафта пришло. Никто не знает, откуда это пришло. Так, и опять дропсы. Да, Сокер у нас дропсится. Часть армии у Соника все-таки остается на базе. Решает он посражаться. И вот сейчас даже неизвестно... По-моему, он не сделал. Он, по-моему, он не сделал играть на броню, да? Смотри. Я не помню, сколько там броню должно быть. Так, минус, кстати, Мишка у Соника. И Соник делает ТП. Кстати говоря, он оплетенный экспант у Сокера снес и делает ТП. Но тут уже экспант у Соника закончился. Пока непонятно, в чему пользу тут у нас сражение произошло. Давайте посмотрим по лимитам. У Соника 51, а у 45 у Сокера. Кстати говоря, Демон Хантер там пятого левака, да? Все-таки у Соника, наверное, сейчас преимущество. Кстати говоря, Хантерский... Я думаю, что все-таки преимущество сейчас в Сокер, потому что у него есть все еще шахты и 1200 голды. То есть ты ставишь... Строишься... И посмотри, еще строится экспант у него. Да. Но он только начал строиться. То есть у Соника сейчас отличная возможность этот экспант запалить. Он как бы понимает, что у того тоже экспант закончился и что-то надо делать. Либо переходить к главным зданиям, либо ставить где-то беспалевную экспант. Сейчас мой нарвется на дроп. Да. Смотри. Ай-яй-яй. Да. Это действительно, как сказал Хулиган, это ай-яй-яй. Это минус мы. Если тп не будет. Атп не будет. Там даже если будет тп, то минус мы по-любому. Это уже печально, друзья мои. Потому что... Бей-бей. Ай-яй-яй. И снова ай-яй-яй. Да, действительно. И снова ай-яй-яй. Блин. Ну, хотя у него есть еще голда на этот, на экспант. Он может быть что-то поставить. Хотя на его сейчас на лимит посадили. Демон Хантер куда-то у Сокера побежал. Можно было попытаться как-нибудь подрулить, потому что там стоп. Блин, а смотри, сейчас Соника обнаружит экспант. О чем я говорил, собственно. Демон Хантер, там битые Сокеры бегают. То есть, часть армии сейчас у Соника разделилась, а и собственно, часть армии бегает за Демон Хантером, а часть армии снесла... Ой, смотри, подловили-то как. Разбили дирижабль. Разбили дирижабль, да, это прикольно, но Сокера, естественно, будет делать, типа, сражаться под головокружением. Смысла нет. Смотри, смотри, снизу Соник ставит экспант. Из Сокера. Кто же, кто же быстрее? Демон Хантер его отменит. Да, Демон Хантер отменит. И, видимо, Сонику не судьба поставить экспанты и по ресурсам он там. Давайте посмотрим, что там будет. Кстати говоря, сейчас головокружение еще действует. Сейчас правильно маневр у нас, товарищ Соник, делает. Демон Хантер вообще сейчас... Ох, вот сейчас Соник может очень жестоко прососать. Друзья мои, смотрим, потому что без Демон Хантера сражаться с нагой под головокружением, под мишками такими, битыми очень сильно. Ну, блин, ну Соник сейчас затащит, тут еще Дирижабль у Соника. Соник сейчас затащит, да. А, красавчик, красавчик, и Демон Хантер там вообще бежит на лоу ХП, что он может сделать? Вот, вот он тайминг. Дирижабль сажает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Красавчик Соник, ну как вовремя напал, да, вот все-таки тайминг как действительно в Варкрафте решает. Нага избивается, Нага там вообще зажата, как в углу ГГ. Ах, красавец, красавец родной. Одна ошибка, всего лишь одна ошибка, сбиты Дирижабли, и все. и все. Хотя преимущество было сейчас на стороне Сокера. Друзья, кто там еще играет? Это Зотокап, это Пьяный Лич, и Михаил, Михаил, Хулиган, вот так вот. И только что Соник затащил, младчинка. Слушай, там Ремайнд играет с УХДХ против Андеда. Орк против Андеда, вов. Ремайнд играет за орков. На карте Секрет Валли. Ремайнд Сотарком. На какой карте? На Секрет Валли играет он против Андеда. А кто? Че-че-че? А, нет, это я по Вахе смотрю. Это я по Вахе вижу то, что игры создали. Что-то ты у меня пропадаешь иногда. Что-то как-то глючи. Ты у меня тоже пропадаешь. Это что-то с интернетом, видимо. Так, ну, слушай, у нас пока есть варианты посмотреть ремайнда против Андеда, либо можно посмотреть орковский Мирор. Ты что предпочитаешь? Ну, мне кажется, интереснее будет орк Андед. Орк Андед. Хорошо. Давай тогда, загружай. Мирор, он вообще бывает очень редко интересен. давай загружай на СВ. Хорошо? Карты СВ. 12 часов. О'кей? О'кей. Так, сейчас почитаем комментарии. Там ребята уже, наверное, меня вообще сейчас скоро в суд на меня будут подавать, то, что я там вообще комментарии не читаю. Просто общаемся мы с хулиганом. блин, ребята. Так, сейчас. Зотокарта, кстати говоря, у нас очень быстро проходит. Буквально 10 часов, а у нас уже там играются игры B3. Так, 12 часов, не забывай. Так, напомни еще раз, B3 с какого раунда начинается? B3 с... Какой стадии? Четвертьфинал, полуфинал? Сейчас скажу, сейчас скажу, родной. Так, с шестого раунда, если не ошибаюсь. Если не ошибаюсь, с шестого раунда. Так, сейчас я сеточку... 12 я остановил, а для сеточку смотрю. Да, ты давай пока посмотри сеточку, а я пока почитаю комментарии на Goodgame. Напомню, друзья мои, что свои комментарии вы можете оставлять на портале Goodgame, главная страница стрим зотокапа номер 182, с нами хулиган, с нами Лич, и мы, собственно, продолжаем читать и комментировать зотокап. Ааа, та-та-та-та-та-та-та. Привет, занимайся... Так, насчет ВЦГ хулигана ответил нам. Так. Сколько сейчас там страниц, я чувствую, появится. Обновляется. 20-я страница. Щас. Ааа, это-то-то-то-то. Привет, Лич и хулиган. Спасибо за стрим. Помните, когда Титан за Фнатик сделал All Win против MIM. Помнишь такое? Нет, не помню. Нет, не помню, говорит Михаил. Титана не было во ФНАТИКе. Нет, нет. Ну да, да, да. Титана не было. Нет, подожди. Мы были в одной команде Гравитес, но не ФНАТИК. Во ФНАТИКе я был с Абером. А, угу. То есть... Нет, даже помни с Абером. Или Абер там был, не помню. Роб точно там был. Понятно. Титана 100% не было во ФНАТИКе. Так, уберите, пожалуйста, сотовый телефон от колоночек. Хорошо. А, у нас как бы сотовый телефон убран. Так, еще раз привет. Что я пропустил? Да ты ничего не пропустил, друг мой. У нас Михаил. Он же хулиган. И сотокап номер 182. А Лич пытается сдержать эмоции, собственно. Сдержать, как-то подавить все возбуждение от встречи с хулиганом. И пытается как-то тихо коментить. Но что-то плохо получается. Иногда проскакиваю. Так, хулиган, чем еще кроме покера занимаешься? Хобби, увлечения? Вот тоже забыл спросить еще. Такой вопрос. А? В зал хожу. В тренажерный. Пока что это достаточно. В планах есть еще. Аминьбис сейчас начать. Ну, хочу подучить на курсы пойти. И дайвингом заняться. Но это как бы все в планах пока что. Сейчас у меня там цель есть в тренажерном зале. Как я добьюсь, так уже пойдут другим. В жиме лежа, да? Я просто тоже как бы увлекаюсь. Так скажем, немножечко. Пять лет увлекаюсь. В жиме, либо в пауэрлифминге я хочу мастер спорта. А сколько у тебя вес? Если не секрет. Сейчас 80,5. О, это тебе там надо под 150, там под 160, да? Если не ошибаюсь. 150, да. 150 жима, ну да. А в пауэрлифинге там, по-моему, на 600 нужно с вами сделать. Так. Ну, собственно, я тебя поддерживаю, как сам, типа, хотя я сейчас очень сильно заболел. Прикинь, 20 кг скинул за неделю. Представь. Очень сильно. Это болезнь такая. 20 килограмм скинул. За неделю? За неделю. За неделю? За неделю. За неделю. Это за неделю. Это, я, я все, все, все удивляются. Подожди, ты сколько весил? Я весил под 90. 80 с лишним. Ёп. Ёп. Да, это, так, на стриме дети. Не надо. Вот, вот, да, вот так вот. То есть, так скажем. Это вообще опасно для здоровья. Это опасно. Такое весело. Да, это там из одной фигни случилось, но, благо, все обошлось, короче. Все нормально. Лич, не надо на маму сваливать. Это ты орешь. Может, твоя мама хочет постримить зоток вместо тебя. Спроси у нее, будем рады. Так, ладно, ребята, не троллите мою маму. Мама у меня хорошая. Так, да все знают про дирижабль. Кстати, насчет мамы. Ты же вроде, если не ошибаюсь, тоже сейчас с маманькой живешь или нет? Или ты уже как бы покинул родительский дом? Покинул года 3-4 назад. А, ну да. Я самостоятельно живу. То есть, я все-таки интервью... Я перед тем, как с тобой, собственно, это, общаться, я поготовился, там, посмотрел прошлое-то интервью, ты там, рассказывал, там, то, что мамань у тебя с маманькой пока живешь. Видимо, времена меняются. Хулиган развивается. Так, дропы из StarCraft 1. А что там? Там тоже дропы есть. Хулиган, расскажи. Лучше, как сам в свое время. Хулиган, расскажи. Are you in the nicker? Ой, слушай! Там... Так, 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 так. Слушай, там, походу, никер сейчас будет играть. Ну, сейчас, 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 сейчас. Мне судья пишут. ВТВ. Никер путает? Да, ВТВ. Там счет какой-то ВТВ, блин. А слушай, а почему там не стримят? Там, блин, там не стримят. Печально. Ладно, короче, не, мы эту будем игру смотреть. Сейчас еще почитаем комментарии. Там никер просто играет, его почему-то никто не стримит. И вообще, даже мне судей не отписали насчет. Блин, никер был прикольный посмотреть. Аааа, так, 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 так. Специально делается время, чтобы следующее. Так, короче, просите рассказать про твои зутки. Ты вроде как говорят, затащил. Про твои зутки. Ты когда-то тоже, говорят, зутки тащил. Когда ты тащил? Ну, это такие турниры, знаешь, я не помню их, когда я там и что тащил. То есть, ну, я есть и такие забываю, когда я на лане выиграю. Ну, очень, очень много побед, в общем, было. Вот. У меня куча наград, они висят на стене дома. Понятнее. Онлайн как-то не сильно запоминают победы. Так. Сейчас еще пару вопросов, и будем комментировать. А, так, 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 ну, кстати, друзья мои, Никер с Джейддарком сейчас сыграли 1-1. Кстати, ты Джейддарка знаешь? Или нет? Джейддарк. Эльф такой. Сейчас он вроде даже вообще... Ты сейчас пропадал, повтори. Михаил, вы знаете такого человека с никнеймом Джейдарк? Знакомник на им. Знакомый пацан, да? Но он мне не равный. Сейчас не могу вспомнить, но знакомый. Откуда ты помню? Ну, он тоже хорошо, достаточно плохо играет. За эльфов он играл. Сейчас вот с Никитой играет, и 1-1 счет у них. Так, ладно, ладно, быстренько, быстренько, еще по вопросам. Та-та-та-та-та, Лич держит микрованное расстояние, когда ты говоришь громко, держит жесткий, скрежет, все же так. Хорошо убрал. Лич больше не бросает. Лич больше не бросает. Так. Все, последний... Значит, последний комментарий, друзья. Сейчас читаем, и сейчас будем врываться в следующую игру. Напомню, с нами Михаил. Михаил. Он же хулиган. Так. Так. Привет, Личи, не меньше, привет, хулиган. Привет, Личи, не меньше, привет, хулигану. Отлично комментизите матчи. Я только пришел. Скажите, было что интересно? Да, было интересно. Соника затащил. У нас сокера. Это интрига. Ну что? Давай, наверное, уже пора впиливаться в игру. Ремайн против... Давай, начинай. Андеда, да, на счет три. Согласен? Ты что? Давай. Раз, два, три. Так. Камень пока, я сейчас на пять минут включусь. Хорошо, хорошо. Так, друзья мои. Андед и орк. Ремайн у нас играет за орков. Почему за орков? Потому что эта карта, как я уже миллион раз говорил на трансляциях, благоволит именно им. Фонтаны, два магазина. Это круто. Плюс, Ремайн у нас играет Бо Три с вот этим человеком, видимо. С никнеймом Y-D-H-A. Какой-то странный никнейм, если честно, я о нем не слышал. Может быть, это чей-то смурф? Может быть... Да ладно. Не будут у меня никаких сомнений. Итак, разведочка от Ремайнда. Стандартный билд-ордер у нас от товарища Андеда. Деск Найт. Естественно, финдики. Естественно, у орка тоже такой же стандартный билд-ордер. Сейчас будет крепинг вот этого вот магазинчика за счет БМа. Сейчас будет куплена цирклеточка, естественно. За счет этой цирклеточки можно что-нибудь тут нахалявить быстренько. Так. Да, цирклеточка покупается. Избивается Болик-Лёлик, он же Огр. Так. Так. Выпадает, кстати говоря, большой бутылёк целебного зелья. Что-то какой-то странный звук у нас появился. Видимо, это у хулигана там что-то звенит. Что может звенеть у хулигана, друзья мои? Ладно. Орк у нас продолжает крепить точки. А точнее, сейчас он крепит источник жизни. Фонтан жизни. Выпадает ему что? Сейчас посмотрим, что выпадет. Конечно же, лучше для БМа, чтобы выпали когти, друзья мои. Когти, во-первых, повышает атаку. Во-вторых, собственно, криты в разы увеличиваются. И, собственно, по радостному Сапине мы понимаем, что хулиган к нам на трансляцию возвращается. Да. Итак, хулиган, смотри. Ты смотришь? А Сапине может быть радостным? Да. Может. Радостно. Вот так. Я просто пытался представить, я не смог. Ну, возбужденное Сапине. Вот, как вот я помню Никита. Он же никер. Затащил Зоток. И знаешь, как он микрофон сопел от радости? Что-нибудь делать? Мама не горюй. А, кстати, расскажи мне здесь ситуацию. Я просто так прочитал, потому что это как Биг, Бигман, по-моему, с Казахстана. Да, значит, Зотока, да, этот Зоток я комментировал. Что там произошло? Значит, произошла такая ситуация. Вы, ребята, короче, я сейчас произвью такой. Да, короче, ребята, я буду показывать руками то, что, собственно, происходит в игре, а сам буду рассказывать Михаилу, что, собственно, произошло с Бигменом. Возможно, и вы просветите себя на этот счет. Так вот, значит, произошла такая ситуация. Бигмен решил сыграть на Зотоке. Зарегал аккаунт. Значит, ну, у него, вернее, был аккаунт. Он начал играть. Но в первом раунде он выиграл человека. Дальше он, видимо, пошел попить чаек, либо сбегать в туалет, я не знаю, что-то сделать. Пропал. И ему поставили тех луз. То есть за то, что он, собственно, не появился на матче, собственно, ему тех луз поставили. Вот. Бигмен решил, как бы, ну, ё-моё, я не я, и попа не моя, блин. Хочу сыграть на Зотоке, хочу Зоток затащить. Взял позаимствовал аккаунт у одного, ну, тоже достаточно неплохого казахстанского игрока. Аккаунт на Зотоке. И, собственно, начал на нем играть. И затащил на Зотоке. Затащил. Плюс у него там по сеточке достаточно неплохое, неплохое, так скажем, положение было. И он затащил Зоток. Ну, и потом, собственно, выяснилось то, что вот этот вот человек затащил, выдавал себя не за того, за кого надо было выдавать. Играл под смурфом. А, соответственно, на Зотоке правило, если человек играет под смурфом, его автоматически банят. Вот. Ну, я знаю. Да, оправдание у товарища Бигмена такое, что он, как бы, он не играл на первом аккаунте. То есть, он, чисто ему тех луз дали, и он не успел сыграть. Поэтому вот так вот он решил, собственно, исправить положение. И потом... Это что такие, что за звуки? Это твой? Это твоя собачка? Да это у меня волкодав живет здесь, да. Недоволен. У тебя есть волкодав? Ага, ёрширский терьер. Ого. И как зовут? Титан. Титан. Титан, в честь лучшего друга. Нет, этот волкодав сейчас в Киеве. Ага. Да, понятно. Титан в Киеве, этот волкодав в Киеве. Ну, ладно. А на самом деле, как зовут? Микки. Микки? Отлично, Микки. Тоже в честь одного очень неплохого человека, раньше игравшего в Warcraft. Так. Итак. Так вот. Думаю, с Бигменом ситуация у нас прояснится в скором времени. Ну... Я не понял. Просто там что-то рассылка какая-то благополучная. Да, это рассылка. Он пытался... Короче, пользователи с Гудгейма, значит, ну, решили выступить, собственно, в оборону нашего Бигмена. Начали писать админам, собственно, коллективное письмо. Точнее, голоса, так скажем, подписи, так скажем, собирать в помощь Бигмену. И, собственно, послали эти голоса. А потом какая-то штука произошла. Вот дальше я уже, если честно, не следил. Ну, то есть там Бигмен как-то что-то... Как-то всех, так скажем, не очень хорошо послал. И в итоге вот эта ситуация до сих пор никак не прояснится. Поэтому до сих пор бан на Бигмены. На Зотоке. Ну, возможно, админы как-то исправятся. Да мне кажется, это не барьер для Бигмена. Сыграет этот пацан на другом аккаунте и все. Если только там не бан, пои по адресу. Вот это, наверное, самое печальное будет. Пока что я смотрю вот этот андет, он довольно-таки неплохо играет. Кто это такой? Да, вот я тоже, мне очень интересно. Так вот, ну ладно, ты, думаю, понял насчет ситуации с Бигмена. Ну да, да, понял уже. Хорошо. Так, возвращаемся в игру. У нас андет имеет третий левак. Достаточно неплохой андет, как нам сказал Михаил. Сейчас умрет Гранд. Сейчас умрет Гранд. Умрет? Не умрет. Нет, пускай уйдет. 33 хп, да. Успел вовремя у нас ремайндушка спасти своего Грандера за счет того, что кинул вазелинчика на Грандера. Ну что, андет продержался достаточно неплохо и докачал деск на этого третьего левака. Это очень хорошо для андета. Тем более против Орка. И что, ремайт у нас взял ТЦ вторым героем, должен, соответственно, его прокачать и делает он Т3. Вот, кстати говоря, это новая вильня в стратегии Орка. Ты видел такое, да? То есть, это Т3... Я видел так раньше, по-моему, играть тоже. Раньше? То есть, это... Т3 сферу возьмет. Бору сделает деревянные свои. Бетонные. Бетонные. И будет тащить. И это самая имбовая, наверное, вещь в этой игре. Это будет поставлен, возможно, игрушечный дом вождей. Кстати говоря, смотри, Дескнайт сейчас бегает под невидимостью. Сейчас попытается что-нибудь... Да нет. Таких крипов, наверное, разменилось. Ну, здесь смысла нет отжимать ничего. На более крупных сейчас пойдет. Да, вот на бамбрах сейчас. На болике и лёлике, наверное, попрекалывается. Тут кинет Койл. Хотя, как он оттуда будет уходить на инвули, если только? Потому что орк его имеет возможность... Но он может просто украсть артефакт. Ну да. Но Ремайт у нас тоже не пальцем делан. Он тоже, наверное, понимает. Мне кажется... Ох, красавец, Кайлай! И Ремайт, кстати говоря, мог запалить своим чутьем просовским. Он как бы мог запалить то, что рядом с ним кто-то бегает. Вот мешает иногда. Вот, кстати, когда я играл против тебя, такие штуки применяли. Помню, какой-то игрок очень даже любил такие штуки играть. Ты пропадал сейчас. Ай, блин, чёрт. Короче, вопрос был такой, что... Вот против тебя применяли такие штуки с невидимостью? То есть какие-нибудь Дескнайты бегали вокруг тебя? Что-нибудь харасили? Ну, конечно, конечно. Вот от кого ты такой играл? Демонхантеры, Варденки, кто тут не бегал. А, то есть все... За мою карьеру, по-моему, все герои побегали там. Невидимые. Все. И всех ты наказал, да, за это. Так. В своё время. Кстати, вот тоже вопрос про Граби был. Вот, если честно, ты с Граби, вот как? Как у вас с Граби? В смысле... Ну, сейчас я с ним никак не общаюсь. Раньше мы с ним хорошо общаемся. Ага, хорошо. А насчёт игр? Вот какой у вас такой общий счёт по играм? Ты же с ним уж по-любому играл. Не знаю. Ну, официально там я ему проигрывал. Как бы, ну, не знаю. Я официально не могу сказать, но там я ему 2-1, как правило, проигрывал. Так. Мы очень много с ним тренировались. Вот меня что удивляло, знаешь, мы с Невкасом тренируемся, я там... И он могу там 10-0 нагибать. А потом на турнире. Потом ещё с Керму. И на турнире ему 2-1 с Олимпи. Да, обидно бывает. Такие. Ну, кстати, вот, что можно сказать о Граби? Это человек, который, ну, я не знаю, он мог не только импровизировать, он мог ещё попутно свои импровизации ещё обдумывать разные моменты в игре. До таких мелочей он просто обдумывает игру, что все это замечают. Все абсолютно. Не знаю, кто с ним играл. Нет, да, конечно, считаю, что более талантливого, чем TH3-0, нет игрока сейчас. TH3-0, сейчас да, сейчас да, действительно. А Грабио он сейчас уже, блин, StarCraft стримит, это вообще, конечно, печально. То, что, блин, ушёл этот человек в StarCraft, тебе не обидно? Как думаешь? Мне кажется, с ним вообще ушла целая эпоха WarCraft. Как и с тобой, в принципе, наверное, в своё время. Нет, сказал Михаил. Я думаю, каждый в своё время выходил. И от того, что ты ушёл, я считаю... Кто-то куда-то ушёл. А как думаешь, вот подтянется народ, новые какие-то люди будут появляться в WarCraft? Ну, если, ты говоришь, появляются, и кто-то там задал вопросы... Ну, да, появляется, но, так скажем, не такой супер-мега-крутой уровень. Ладно, давай прокомментируем сейчас сражение. У нас там происходит сражение между Ремайндом и Андедом. Что, избиваются у нас Гульки? Минус Гулька. Орк у нас подспитал в Скролл. Избивает у нас Финдов. Минус сейчас Финд, возможно, будет. Новый раскидывается по райдерам. Ремайндовским стомп отличный по всей почти армии Андеда проходит. У нас Арба имеется на Ремайндовском Блэйдмастере. Минус... Минус Финд. Да, Койл в Молочко у нас ушёл. Сейчас ещё, блин, БМ, конечно, жестоко раздаёт там, но промахи у нас всё равно распакивают. Нужно отжимать Годой. Да, надо Кода-Кода-Кода родной, да, потому что там в нём сидит Финдик, и его надо, собственно, выкакивать. Я не знаю, выкакивай Финда, давай, родной. Но тут Орка очень-очень много, блин. Отлично, спас пока. Почему не раз за копку? Да. По-моему, тут уже понятно всё. Ну, не знаю, но хотя, блин, хочется мне, конечно, поболеть за Андеда, но Андеда тут, конечно, очень сильно развалится. Нет, нет, Андеда сейчас здесь неплохо подрался. Неплохо? По-моему, очень даже печально. Смотри, сейчас минус все Финды, Кода-Кода-Кода. Нет, почему? Я думал, что его вообще здесь разберут. Тинкер, кстати, третьим героем у Андеда. Ну, как бы тут его совсем и разобрали. Смотри, три героя, две Банши, тележечки. Ну, хотя, да, ладно, ладно. Хэдхантер возвращается. Смотри, смотри, что я сейчас вам показал. Опа, за мной, смотри. Да. Ну, Ремайн, он всё-таки не Орк, кстати, смотри, что творит Ремайн. А вот и Кодой надо сжимать. Кодой здесь надо. Да, кстати говоря, отожмёт. Отлично. Отожмёт. Андед. Андед. Андед-то не пальцем, он делал Илана, выходит. И кай на лапу. Да, и оп, ай-яй-яй-яй-яй. Ах ты. Обидно. И сейчас опять сеточки у нас полетят на Андедовскую армию. Хотя тут как-то, да, под заклинанием у нас, под проклятием у нас Хэдхантеры сражаются они сейчас. И Бендка с критами пытается ударить промах-промах-промах-промах. Выписывает вообще. И закопочка есть, да? Нет? Нету? Нет, почему-то нет. Общий, да, нет, это плохо. Конечно, действительно, очень плохо для Андеды. Здесь, кстати, Хэдхантеры у них жизни мало, они убиваются легко, нужно их фокусить. Да, надо пилить их. А урон они не плакают. Кстати говоря, это Тедовская стратегия игры через Банши и через Тинкера. Ну, вот Андеда, может быть, это Тед? Да нет, навряд ли. Так, сражается, сражается у нас Андеда за всех сил. Пытается сейчас... Ой, криты какие выписывают у нас БМ. Четвертый Левак у нас получает ремайндовский. ТЦ сейчас пойдут еще Стомпы, потому что мана имеется. Стомп отлично проходит и сбивает у нас Финт Василий. Василий сейчас потерпит поражение, блин, против БМ. А, естественно, БМ убивает этого Василия. Ну что, еще Хэдхантеры подходят, и сбивается тележечка. Пока непонятно, да? Тут уже минуты две они уже дерутся. Тут друг друга насилуют и Лич получает третий Левак. Пока непонятно, кто... Нет, ну Андед какой-то непростой. Да, Андед действительно какой-то непростой. Я не понял, это Ниг, ноунеймский. Да, Ниг действительно ноунеймский. Но Андед не пальцем, да, как говорится. Козельки трескать, не в тапке какать. Да, вот Финтал сейчас. Без закопки, здесь закопки не хватает очень сильно. Могу много вас сделать. Действительно. Говоря, минус магазин делать сейчас на базе у Римайда. Аримай, смотри, Аримай так под шумок ставит. Поставил две башенки, два магазина, магазинчик нам поставил. Если сейчас отобьется, поставит экспант и все красиво будет. Но сейчас разбивается у нас Тинка. Тинка сбивается на ВАА, минус райдер. Тинкер избивается в минус Тинкер. Тинкер с крита. Еще минус райдер. Болеем, естественно, за Андеда, да, минус райдер еще. Или ты не за Андеда? Ты за Орка, может быть? Я за Андеда болею. Я всегда болею за слабых. За слабые расы. Вот какой у нас благородный хулиган. Блин! И тележечка похожа. Не, за слабые расы, за более слабых соперников. Хорошо. Ну, то есть я болею либо за наших, если там есть наши, либо за более слабых игроков. Ну, в принципе, да. Почти как я. Так, ну я только болею за хорошую игру. Так! Ну, Лича! Спасай! Ох, красавчик еще крит, блин. Ну и смотри. И сейчас смотрим на экспант. Сейчас пойдет экспант от ремайда. Вот сейчас по-любому в пиле. Сейчас, да, у него ресурсы есть. Купь шкатулочку поставит он. Да, мне кажется, там, хотя, да, скорее всего, шкатулочка пойдет там. Туран, сейчас убежит. А, кстати, у него магазин-то нету. Он шкатулушка... А, нет, есть вообще-то магазинчик у него на побочной базе-то. Вернее, на какой побочной? Околбашенок. Да, шкатулочка. Ставится. Тебе не кажется, что это слишком эмбовая вещь для орков? Вот стоит орку развиться в ДТ-3 и все. А с БМом ДТ-3 с его критами, собственно, которые контр-толарные. Я думаю, вот сфера у ангелов. Не эмбовая. А шкатулочка нет, не эмбовая. Меня всю жизнь бесила эта сфера, честно тебе скажу. Вот андед для меня был безопасен, пока у него нет этой сферы. Как она только появляется, там, вот это вот... Сколько она? Минус пять брони делает? Да, минус пять. Да. И Койл Нову следует, и все. Ну, а... Подожди. А смотри. Убираем у андедов... У андедов убираем сферу. У андедов убираем Койл Нову. Чем сражаться против тебя? Или против кого-нибудь вообще? То есть, мне кажется, у каждой расы должна быть своя имба. Так скажем, если у орка это криты, хекс и там всякие сетки из кода, то у андедов за такой он, ОВА, ОРБА. И все. То есть, у кого-то, у кого-то... Я считаю, что у хумов должна быть более хорошая ОРБА. Вот у хумов это единственная раса, которая не покупает ОРБУ. Да. Все всегда покупают ОРБУ. У хумы никогда, потому что у них отстойная ОРБА. В этом нас обидели. В этом вас обидели. Ну вот, мне кажется, так скажем, у каждой расы есть своя имба, но кто-то этой имбой обделен, например, как андеды, а кто-то этой имбой, так скажем, наоборот, им перелишили. Мне кажется, вот у ОРКов чересчур многовато этой имбы. Хотя имба всегда, мне кажется, ты со мной тоже согласишься, всегда имбой были прямые руки. Да, безусловно. Да, прямые руки. И не раз ты, наверное, это доказывал. Против игры, например, вот против андедов, да? Действительно, не секрет, что андеды в твое время очень сильно корали. Корали за счет, как ты уже говорил, дистров. Ой, сейчас БМчик. Смотри, вот на халявку приходят, вот это имба, по-моему, да? Приходят на халявку, так, минус тележка. Заюзал, 150 отдал, это голды за инву, и все. И минус тележку за 200 спилил. По-моему, как бы это надо контрить. Итак, андед у нас сейчас идет на базу Корку, у него имеется бетон. А, сейчас у андеда будет сюрприз. Он не знает, потому что там виверны. Да. Думаю, здесь сейчас... Ну, а там, подожди, там, смотри, там финды, возможно, у финт, вот, Володя, Володя сейчас... Финт, он сеточка есть у Володи? Нет? Володя с сеточкой. Володя с паутиной нету. С сеточкой, блин, избивается БМ, но на БМ это инву, но у него КД, блин, КД на инвуле. Сейчас можно подрубить, если какую-нибудь просветочку сделать. Просветочки нету, вазелинчик, свиток, отличный, блин, зажимается там кто-то. Кто там зажимается, избивается... Блин, стомпы какие красивые входят у нас. Гэгэ пишет. По-моему, Андетт, ну, блин, Андетт больше, наверное, на победу претендовал. Так, давай, слушай, давай, сейчас посмотрим. Слушай, давай... Соник Фокус, Соник Фокус давай посмотрим. Соник Фокус, хорошо, хорошо. Давай Соника Фокуса, хотя там Вавлиет там с кем-то сейчас будет играть. Сейчас я зайду в игру. Кто будет играть? Сейчас, сейчас, сейчас. Я зайду в игру, уточню, кто там будет играть. Так, умничные. Ремайнд против кого? Слушай, да... Так, сейчас я сеточку посмотрю. То есть тебе лучше, наверное, все-таки посмотреть игру Соника против Фокуса, да? Нет, но если есть игра Никера, то лучше, конечно, Никера посмотреть. Сейчас я просто... Ты тоже сейчас... О, кстати, ты видел то, что у Ремайнда счет 1-1 с этим парнем? Да. А как это он его затащил? Может быть, Ремайнд тоже так же опять прикалываешься? А, Ник... Ой, блин, ты опять... Персвился. Никер... Черт, блин, ну Никитос, ну ты что ж, родной? Ну он по-любому сейчас нас слушает. Ну я не знаю. У меня вот уже икона Хавка висит над кроватью. Еще осталось, чтобы у нас Никитос затащил в Зоток красиво как-нибудь, кого-нибудь вышиб, например, Фокус и одновременно Ремайнд. Тогда бы было красиво. Соник, Соник, Фокус. Ну сейчас там будет играть Ремайнд против... Ну, получается, сейчас самое интересное это Соник, Фокус. Да, давай. Короче, будем сейчас смотреть Соника, Фокуса. Давай, загружай. 12 часов, как всегда, собственно. И будем смотреть. Так, ребята, сейчас я почитаю ваши комментарии. Надеюсь, вы там нам поставили их. Против Уда вторая игра, ОМГ. Так, это там уже другое. Сейчас заступим игру и, собственно, продолжим комминтить. Напомню, друзья мои, что сегодня мы комминтим Зотокап вместе с Михаилом. Михаилом, известным в варкрафтерских кругах под никнеймом Хулиган. Ой. Так, у меня вот сопли вот еще болеют. Удачусь. Ага, сейчас, 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 сейчас. Оп, ровно 12. Я красавец просто, ну, блин, 12,11 у меня. Черт. Ладно, не беда, у меня чуть-чуть перед будет. Так, ну что. 22-я страница. Джей... Ух, что за хэп. Джей Дарк выиграл. А, это понятно. Это вот это, 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 это. 22-я страница, 536-й комментарий был последний. Хорошо. Так, может быть, кому-то примета, привета хочешь, Михаил, передать, а то я что-то не спрашивал. Вот ты только там привета одни чувачкам. Мы, по-моему, всем передали уже. Буки Бяке можно еще привет передать, это наш менеджер в Гравитас был. Буки Бяка? Это 0.07? Когда мы сидели и сутками задрачивали в кликнете, он нам приносил. Подожди, Буки Бяка, по-моему, я его знаю. По-моему, он даже не знает. Ну, наверное, знаешь. А? Может быть, знаю. Так. В общем, он не давал нам с голоду попереть. Да, Бука 0.07, он тебе приветствует. Да-да-да-да. Да, блин, я этого знаю, пацана. Ну, это, я вообще, я с ним тоже начинал, правда, правда, так скажем, я просто с ним общался. Блин. Оказывается, как мир тесен. Как тесен. Хули, ты чем занимаешься? Странный вопрос. Так, ну. А, тут уже нам насчет мастеров спорта. 82 КГ, 82.5 Мастер спорта 730 КГ, КМС 635. Хулиганы, частян почти в реальном. Но по-разному федерации. Да-да-да-да. Есть же куча федераций. АВПЦ, ВПЦ, ИПФ. И ППЦ, и всякие там, да. Короче. Я хочу в той, где проходят допинг-контроль люди. Я считаю, более престижно, чем в той федерации, где там, знаешь. Да, там на Болике, там, да, мутанты такие скачут, там. По 500 КГ, там. За раз, наверное, поднимают. Так. Лира, Лира Флэйм Про, тебе большой привет. Так, кстати, ребята. Не знаю, давайте, что можно еще. Давайте, пишите свои комментарии. Не забывайте писать свои комментарии на портале Goodgame. Главная страница Zotacup номер 182. Комминтим мы вместе с Михаилом Хулиганом. Сейчас будем комминтить игру с Соником. Ну что, давай начнем. Да, 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 да. Сейчас начнем, сейчас начнем. Просто, судя по всему, будет интересная игра. Опять с козлом первым, я смотрю. Да, 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 да. Соник у нас сегодня тащит. Да, последний привет. Сейчас. Лишь, передай привет, пожалуйста, моей девушке Альбине. Я очень люблю также Goodgame. Также Goodgame. И также всему Goodgame. Короче, все, передали. Больший привет, люби. Ага. И, ну, и отдельно. И Goodgame, да? Да, 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 да. Короче, всем привет и передали. Что, влетаем в игру. Привет, короче. И давай уже игру. Да, 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 да. Хулиган уже все. Весь в ожидании. Чудо. Так, ну что, насчет 3 готов. Ну, мне просто кажется, будет очень интересная игра. Мне понравились игры Соника предыдущие. Да, 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 да. Соник молодец. Так, готов? Да, да, давай. Раз, два, три. Так, все. Замахало ручками у нас здание Соника. Видим, что он строит весь Пов. Козлик. Хапнивер. Козел. У нас, собственно, будет на Сонике. Ну, а у товарища фокуса кто? Кто мог подумать? Естественно, БМ. Хотя через Форсир. Вот, мне кажется, для Хумана тоже Форсир была такая, своеобразная имба. То есть, у тебя часто... Ну, он, кстати, очень неприятен, Форсир, да. Да. Такие постоянные харассы, то есть, быстрый Тир-2 у орка получается. Ну, и быстрый Тир-2, и харасс вначале, и потом... Да, и райдеры всякие, да. Связка. Да, это тоже, конечно, очень жесткая вещь. Ну, и так, и вот что ты ожидаешь от Козлика? Какая вот основная задача у него? От Козлика? Ну, наверное, пойдет рабов впиливать. Вов зажимать, да? Да. Я не видел начала игры, где он играл с Козлом, но... Да, 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 но он тоже делал. Но сейчас просто будет проверять точки у Фокуса, точки крепинга. Ну, а Фокус сейчас, видимо, понял, что там будет... А Фокус висков пойдет бить? А Фокус, да, видимо, пошел на первом леваке. Хотя нет, он сейчас будет как раз-таки обманные маневры делать, то есть, крепить точку эльфа. Ну, а эльф сейчас что-то пытается там на базе... Да, кстати, рабов он у Фокуса поджимает. Одного раба он по-любому подожмет. За счет двух корней. Ну и что? А, товарищ Фокус у нас сейчас пилит тюремщиков. К ноли тюремщиков. Вот, мне кажется, против прошлого орка... Вот кого он выиграл в тот раз? Я вот что-то забыл его гикнейм. А, он Ацкого, Ацкого. Он против Ацкого играл. Ну, согласись, у Ацкого и Фокуса разные уровни игры. Ну, учитывая, что я не знаю ничего о Ацкве об этом. Да, учитывая, что... Что? Да. Я дискомментировать не смогу ничего. Может быть, Ацква покруче... Покруче Фокус? Фокус. Ну, если я скажу... По секрету скажу, что нет. Вот. Но... Вот. И что? И... Блин, такая фишечка, мне кажется, против этого орка уже не попрет. Тем более, смотри, что у нас делает Фокус. Он ставит лесопилочку. Опа, еще одного Роба. Да. Ну, еще одного Роба. Он пока только одного Роба. Я думаю, что можно еще одного отдать. Можно еще. Но три Роба это как бы... Три Роба это неплохо. Вот еще один Роб. Ну, это неплохо. Но, блин, могло быть и лучше, конечно. А потому что БМ-то у нас сейчас прикреплюще. Лучше я смеваю, что могло быть. Не, вот когда БМ на точках уловишь, то это прикреплюет. Ой-ой, ты видел, что он сделал? Да. Я не видел. Не видел? Что он сделал? Он этого Роба зацелил. У него остается там пару ХП, и он начинает Бору устроить. И быстрый в них туда. Красавчик. Да, 8 ХП я посмотрел точно. Красавчик, смотри. И Козел сейчас начинает терпеть. Потому что есть сапоги, потому что Козлина-то у нас без сапогов сейчас бегает. И может быть он даже сейчас на Крепах. Это скорость. Это либо ТП, либо ДГ. Да нет, это не будет. Нет, он сейчас просто на Крепах, мне кажется. В плане Козлу. На Крепах надо его отдавать. ТП? Смысл. Козла на первом уровне. ТП делать сейчас еще колодцы тратить. Хотя можно ночью-то, в принципе. Ну, как бы, блин, прикольно. Ну, видимо, у него на этом страта заточена. Да, заточена. Так что он не должен терять его. То есть, все-таки он, наверное, будет застраивать, что ли? Ну, фокус уже против застройки. Не, ну, просто хочется сейчас грантов отжимать. Ну, тут как бы тоже достаточно спорно. Ну, да, прикольно, конечно. Но сейчас БМ еще первого левака тоже. Это, конечно, тоже хорошо для эльфа, что БМ не Крепится. Сейчас очень аккуратно будет играть. Как-то точки аккуратно очень крепить. Сейчас, кстати, БМа. Нет. И опять Козел у нас без сапогов. Сейчас БМ вообще может по спидам не бегать. И, кстати, смотри, вторым героем у нас берется Бестмастер. То есть, опять же, это та же стратегия, как он играл в игре против Адского. Ну, что, Т2 завершилась у товарища Фокуса. Но в тот раз товарищ Соник у нас пытался застроить орка. В этот раз, видимо, не будет застраивать, потому что видел лесопилочку. Сейчас просто попытается как-то подпушить за счет двух героев. Да? Ну, сейчас можно грантов отжимать. Да, сейчас грантов, естественно, гранты будут терпеть. Потому что БМ первого левака и БМ сейчас бегает за Козликом. Ну, Козлик оттыкается. Да, минус гранты ради. Отлично. И минус магазин, кстати говоря, будет у орка. А орк почему-то его не чинит. Тоже ошибочка. И вторым героем у нас, естественно, Фокус берет Shadow Hunter, дабы полностью контрить Козлика. Ну, а Козлик там бегает. За ним бегает, соответственно, БМ с сапожками. И что? Соник сейчас должен пушить, продолжать свой пуш. Вестиарий ставится у Фокуса в глуби базы. Сейчас нужно подставить Кабанчик вперед, чтобы их били Борусы. Да, 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 да. Начинаем быть. Вот он что, собственно, не делает. Только будто слушает наш стрим, хотя у нас эта запись. Ой, как Shadow Hunter выходит, смотри! Ай-яй-яй, нет, я думал он его кручил. Я тебя напугал, наверное, да? Так. Избивай, смотри, гранта можно... Нет, гранта не подрежут. Буру все-таки насчет Кабанчиков. Вернее, Кабанчиков изничтожит. Так, спиритушь у нас ставится у Орка. Ну, Орк сейчас получит на этом Кабанчике, соответственно, второй левак своему Блэдмастеру. Так. Ну, а эльф у нас будет крепиться. Вообще, пока очень странно играет у нас Соник, да? Тебе не кажется? Ну, мне кажется, пока что неплохо, учитывая, что Блэдмастер всего лишь второго уровня, не прокачанный. Потерял гранта, магазин. Ну, играет он через талонов. Хотя, как бы, хантрески... Ну, это такая очень несвоеобразная стратегия. Я помню, ее давно кто-то применял, то ли ремайт, то ли еще кто-то. То есть, обманный такой момент. Именно эту стратегию? Да. То есть, козел, бейсмастер, хантрески, да? Да, 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 да. Именно такая обманка через хантресок играть. И потом, хоп, и у тебя всякие талончики. Не знаю, получится что-то из этого или нет. В общем, увидим. У нас продолжается крипитка от фокуса. БМ у нас на половину второго. Кстати, когти опять выпадают БМу. Это, конечно, прикольно. Ну, сейчас главное для Соника, я считаю, это сохранять героев. Потому что, судя по всему, фокус собирается их отжимать. Понятно. Так, секундочку. Я сейчас на секундочку отойду. Просто болезнь дает о себе знать. Ты пока можешь покаментить, что-нибудь сказать полезное. Ага, сейчас. Блин, у меня будет тепло. Блин, у меня будет тепло. Блин, у меня есть стекла. Переточишь, мантрес? Блин, у меня есть стекла. Субтитры создавал DimaTorzok